два и пока тимур жрет у нас будет небольшой пришел вот надеюсь вспоминай старые анекдоты такие например ну я не знаю школа бог повесился что там медведь еще что-то горящий увидел сел в машину и сгорел это так было да тимур приятно про медведя здравствуйте это подкаст об анимы как пропатчить когда едва под фри бсд мне сейчас принято спрашивать как как настроить дипфейк на 0 год а как как поговорим про дипфейки и прокакать про гальгадот мы поговорим вы имейте ввиду что я сейчас ем потому что естественно я не успел поесть потому что я пришел вот буквально 15 назад домой и проблема в том что я этого не буду я сейчас делаю это специально чтобы не есть подкаст поэтому все тех кто хлопаем тимурщику заусилий спасибо тимур иначе варианты типа не жрать до часу ночью как бы вот сейчас ночь уже нельзя жрать и охуевать как чупа сейчас ночью нельзя жрать и потому что смотрел лежал или что на чем уж толстым в этом причина блин черт на пересмотреть свои жизненные ориентиры и добра мур даешь ты на здоровье уже пишет осколкивку на подкаст и понял что ничего смешнее чем эсвентура я в жизни не видел поэтому почему поняли смеешься очень сильно лежит кучу классных фильмов ну например давай какой грамм эсвентуру до маска а но тоже жимки не я просто к тому что я никогда не понимал почему джим керри вообще в принципе считается комедийным актером он же такой вечное сияние чистого разума шоу труму надо комедийный у него у него есть и такие типа серьезные роли но я к тому что мы никогда не нравился он как типа как актер потому что у него вся его актерское мастерство это свойство пантомима то есть он просто играет лицом очень-очень так широко кривляется грубо говоря пока не посмотрел его стендап он оказывается у него были стендапы если вы не знали и там помимо его очевидных кремляне есть еще и довольно смешные шутки так что он такой в принципе чувак ну даже из соника магиа сейчас доктора я все еще не посмотрел же его сериал где он играет супер драматичную роль вот выходил буквально недавно про чувака который начинает испытать проблемы главой будущем комедиям беда с башкой не помню такого вышел год назад все его дико хвалили что он очень крутых на то что есть огромное количество интересных моментов которые сделаны не компьютерной графикой а за счет перестановки декораций в за за кадром камерам а я понял типа как дал среди колец свое время снимали ну типа того я прям очень хочу посмотреть на самом деле все никак руки не доходят так как где посмотреть его называется я буду раз открыла mdb поискать смотри что же чтобы понимали фильмы фильмами они с тем у ними creations это разработчики плагин к лег хуям сайт потому что народ просто как остервенела кинулся в нее играть там игре 8 лет напишу что им начали писать людям и типа спрашивать хочу правда вот типа вот вот что так и есть на нам пиздец иначе и спрашивать типа про то как вирусы развиваются прочее они говорят да блин мы просто игру вы сделали не ученые там осуществляю что плагин к это вообще по моему была игра на флэше свое время в другом за пандемика назывался как-то так это было давным-давно тогда счет фильма уже служит с лжец комедии с неплохой игры хотя и переигрываем зомбаре за мясом 100 рублей пасипте чувак уже с лжец был такой неплохой фильм я я я смотрите вы меня неправильно поняли я не говорю о том что джим керри плохой актер или плохой комик я говорю о том что вся его смешная пантомима она именно сводится конкретно к кривлянию но то есть это неплохо и просто говорю про то что мне конкретно такой вид юмора не очень нравится и так было до тех пор пока я не посмотрел его стендап его стендапах он еще и умеет смешно шутить то есть такое бывает откидывая хоть и садим пишу что для сериал шучу он от режиссера вечного сияния 4 но я не смотрел игры не такой большой фанат джима керрия мог бы посмотреть теперь может быть посмотрю может быть она короче я щас а мужик одну за девочку и вернусь к нам и мы можем начинать давай мы ждем тебя на телефон себе плагин к скачал пойду приятно чем добро пожаловать в 2008 как ты знаешь дидим когда капком отложил новый резидент его а тимур тарелочку приоритеты в жизни до что думаете о фильмах десятилетия дорога ярости на первом месте это странно ну почему странно это значит что за десять лет не вышло более хороших фильмах мне нравится дорога я же нравится дороге я не мог понимаете ко многим фильмам можно докопаться к дороге ярости невозможно докопаться то есть даже если ты экстремальный говноед проблем с дорогой ярости в том что почему этот фильм получился таким каким получился и вот сделали чуть ли 20 лет он когда 20 лет он написал сценарий давным-давно потом дело раскадровки кучу сколько времени он делать раскадровки то есть у него фильм был снят полностью уже еще еще и в голове до момента того как он начал его снимать так что ошибиться в процессе производства наверное было достаточно тяжело так это же хорошо сказал содерберг что ли что типа или не содерберг типа я даже представить себе не могу как это херню можно было снять и никого не убить я режиссер типа моя работа разбирать такие вещи у меня в воображении не укладываются как миллер это снял я думаю что юрий лоза мог бы высказаться по этому поводу сказать что композиция фильмом дорога ярости ни в какое сравнение не идет с его песни не заслуживает того чего вот если пугачу выреченный трамвайчик гораздо страшнее чем вот эти убиты дороги ярости начинаем пацаны это можно мне кажется начинаем давай добрые дамы и господа мы начинаем завтрака с номер 172 172 выпуск этого подкаста про технологии медиа видеоигры ну и все проще что интересует современного гика наверное я хотел сказать про хуй говной муравей ну да ладно спасибо за 1 запекни спасибо тебе большое да ладно начинаем с общей такой темы знаешь которая начинаем с того что для тех людей которые первой жизни услышали про тракас таких людей на самом деле много не могу сказать они периодически приходят и такие так 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 послушаем чуть тут какой тут выпуск ближайший 172 так ну-ка ну включают там музычка мне не 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 и в этот момент такой добрый вечер говорит дмитрий что это был я здрасте вот вот человек который сейчас поправляет дмитрий это я от меня зовут тимур я маркетолог из москвы диме если что кстати профессиональный подкаст мне нравится как у тебя получилось знаешь типа меня зовут тимур я поправляю дмитрия да это вот я и такой добавляешь я маркетолог из москвы это значит как я веган сказать примерно то же самое то есть как узнать вегана в компании он сам первый представить сам как узнать маркетолог он сразу скажет маркетолог да у нас как говорится убийца вегана ну понятно и третий ведущий сегодня у нас кто и третий ведущий у нас максим зарецкий тот самый человек про которого вы читали на этой на прошлой неделе в вестях на ты журнале и везде 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 тот самый ведущий завтра каста который сделал чебурашку 50 фпс потому что потому что я хронический пкарь я когда вижу 30 фпс у меня сердце болит когда вижу 7 фпс кукольном мультике у меня просто пылает я могу сказать у меня также плала конечно каждый раз когда я смотрел принца драконов тот самый фильм от создателя аватара где тоже было 5 фпс потому что почему-то почему-то авторы посчитали что это нормально для мультфильма сделано полностью в 3d мне кстати вот тоже был интересный момент когда у тебя делаются мультики которые рисуются от руки можно понять почему ты делал их там в 5 фпс условно ну то есть или стоп-моушн как да то есть можно пойти чему как делаешь кукольный мультик тоже можно в принципе понять то есть почему так дело но что мешало тебе сделать сука компьютерный мультик в 30 фпс что тебе мешало время тебе мешало ну то есть как мы главное я понимаю себе там был бы какой-то наш крутой рейтрейсинг а еще что-то такое он выглядит так как будто примитивная анимация можно можно сейчас будет вот так он в игре он выглядит как катсцены файл рембли он выглядит как катсцены в kingdom hearts движке вот серьезно вот правда первым kingdom hearts анимации более плавная слушайте давайте мы немножко поменяем нашу давайте раз уж мы начали эту тему с мультика и мы сначала с нею и расскажем дело в том что максимка у нас тут ознакомился с замечательной нейросетью как она там называется модоин дефт в р чего-то там короче интер полейшин network это нейросетка она появилась еще год назад но в этом году у нее появилась такая более или менее человеческая реализация не для гиков она называется дайн об она жутко глючная у нее есть куча косяков куча ограничений она очень медленная работает только на видеокарточках с поддержкой последний куда это математика от nvidia так что если у вас карта md вы в пролете автоматом с этой истории дэнчик у нас например в полете в пролете оказался хотел ему очень хотелось попробовать дэнчик это если что денис шреев один из наших со ведущих и он же владелец канала денис секс айти да и да он он после материала ты же такой блин а это что твое видео короче история вся в том что я настроил немножечко под себя некоторые куски уже готовой программы немного переписал под кусок которая отвечает за работу с транскодингом чтобы у меня звук переносился и чтобы программа не падала когда я в нее гружу не совсем ушанский волрес и сначала я попробовал это сделать на мультфильме принц дракон потому что но это просто очевидный кандидат так и возникла проблема потому что мультфильм принц дракон мало того что он хуёво нарисован он еще нарисован в неровном количестве кадров в секунду потому что тоже вопрос брия то есть каких-то зачем у тебя пять кадров в секунду в каких-то 10 а в каких-то полных 30 то что они это объясняли довольно просто они сказали что вообще вся эта политика была сделана для того чтобы максимально мультфильм по ощущению приблизить к тому что он нарисован рукой а когда ты рисуешь рукой то у тебя тоже как бы зависимость от ключевых кадров у тебя могут быть быстрые кадра может быть медленные то есть у тебя ты реально динамика может очень сильно разнится просто понимаете одну декаду реально рисуешь руками как-то было с аватаром и легендой коре на а другую когда ты уже выбрал что окей все фигачим короче в 3d и вот получилось плохо во втором сезоне получше в третьем сезоне стал мы более-менее нормально потому что их просто все забросали какашками мол на тему того что ну как же так почему-то плохо ну что ноги перерисовал я вот нет очевидно тебе вопрос смотри у тебя получилось почему-то 50 кадров в секунду потому что 25 и интерполяция идет ровно в то есть условно говоря 24 кадра в секунду вот например в оригинале было то есть там был 48 ну 48 ну 50 но если ты сделал 50 а не 48 то значит можно было сделать и 60 теоретически тогда анимация получается слишком гипертрофированный короче я оптимально поигрался с настройками выяснилось что лучше все-таки в два раза делать интерполяцию если на принц и драконе это сработало так себе из-за вот уже описываемых проблем потому что там надо вырезать маленькими кусочками и каждый индивидуально ускорять то на digital foundry попросить сделать анализ в каждой конкретной сцене драга вот драгон краун драгон сколько в какой момент фпс сколько да что правда нас так типа сидеть замерять они же там этот с камеры которому очень быстро снимает сидят замерять а потом типа считают они не так что один кадр они так наоборот да подожди они же как раз показали я тебе объясню как как делает digital foundry вот это вот performance capture tool который они используют это короче плагин им лично написанный для премьера который высчитывает количество ключевых кадров в несжатом роли то есть они пишут в раф с карта захвата и смотрят что там получилось в итоге понимаешь и вот там уже высчитывается количество кадров в этом же и суть как бы что они по сути следят за изменением одной картинки на другую и в момент когда картинка меняется они считают сколько прошло времени ну миллисекунд между одним кадром и вторым кадром то есть ну реально то есть физического визуального изменения того что произошло на картинке и соответственно считает так прошло там типа 16 миллисекунд значит вот какой-то фпс ну история вся в том что в итоге опытным путем я пришел к выводу что сильнее всего эффекты с точки зрения визуала потому что мы просто как глаза это видите с точки зрения плавности сглаживания заметим на кукольной анимации сначала попробовал советский мультфильм ларежка ускорить получилось по моему очень здорово а потом собственно наш другой соведущий григорий бакунов бакунов все я с ума скажу а предложил ускорить именно чебурашку потому что ну типа а чё бы нет не такой а чё бы нет правда у меня 18 минут в итоге рендерилось 12 часов 360p хера себе но эффект очень прикольный потому что в отличие от других алгоритмов он не занимается кривой интерполяции как ваш телевизор с режимом 400 герц у кстати я насчет кривой интерполяции могу тебе сказать что давным-давно на windows и оставил себе пакет плагинов который какой-нибудь не помнишь были назывались клайд кодек пэк да и да 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 типа на в набор всяких там кодеков для видео и прочего а еще был такой назывался ссср сссср кодек пэк комьюнити что-то там не забыл и короче в него входило утиль ты который позволял из любого видоса сделать сколько ты хочешь фпс то есть я таким образом включал эту ерунду например на фильмах и многие фильмы становились несмотребельными потому что ты смотришь кино оно выглядит ну так типа по киношному условно ты включаешь 60 фпс у тебя происходит эффект документального сериала такой знаешь который снят в одной декорации там нахеровую в телекамеру типа того тогда берешь просто на ютубе набираешь хоббит короче 48 фпс версус 24 фпс самый лучший ролик просто на эту тему есть там показан сначала хоббит а потом советских я просто к тому что тогда когда я включил турниру это конечно казалось клёво но уже тогда можно это было делать без всяких нейросетей в чем разница принципиально здесь дорисовываются не додумываются какие-то кусочки кадров потому что там тоже додумывается не в два раза где-то ну в 0 5 в 0 2 на самом деле кадров не так много добавляется нет реальных кадров которые интерполируются здесь я я говорю не про алгоритм а про то как это считает вот эти вот штуки в телевизорах плагинах они страдают жуткими артефактами особенно если идет панорамный план они страдают ошибками то есть там ну просто неправильный edge detect объектов идет и вправо-влево меч гуляет я просто хорошо это помню потому что у меня был телевизор с 3d эффектом и я очень часто включал там этот интерполятор потому что в нем 3d банально приятнее смотрится это правда здесь питер джексон неврал но он очень сильно ошибается он очень сильно ошибается и здесь нейросеть дорисовывает она разбирает сначала видео на ключевые кадры создает примерно 6000 ключевых кадров и потом она между этими ключевыми кадрами сама по собственной модели восстанавливает уже те куски которые собственно вы хотите получить потом склеится изображение это все уже склеивается видео когда он там разбирает это на несколько тысяч снимков и получается очень здорово именно потому что он не занимается отелевизиониванием картинки на самом деле нет там такого эффекта как от тв это с непривычки когда люди смотрят чебурашку они уже привыкли к этому дергать и нет ну конечно всего эффект потерям на самом деле там до встраиваются кадры самой анимации и поэтому они двигаются гораздо плавнее но с той же абсолютно скоростью первичной то есть даже я не согласен видео той же продолжительности банально ну то есть я когда смотрю например твое видео 720p видно что но там просто становится плавнее они становятся прям визуально быстрее там проблема все в том что смотри некоторые планы они сняты опять же в 24 fps нормально ну когда камера идет статично никаких моделей нет с этим алгоритм ничего сделать не может но когда именно анимация он и восстанавливает и если в кукольных мультфильмах отработает крипово потому что твой мозг мы ему очень плохо становится от этой фигни то есть они чё как живые что ли ну то есть это реально эффект зловещей долины уже включается но вот насчет чебурашки я с тобой согласен а вот насчет nightmare before christmas который у тебя там тоже выложена там этот эффект вообще вот там в принципе нету потому что там снимали ну чисто вот по количеству кадров которые установлены один раз на дне менялась то есть там было там условно 12 кадров вот и был 12 кадров да 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 и там сама анимация она поскольку построена по уже менее стилизованным принципам и более реалистичным то есть изначально анимацию делали более реалистичной они стилизованы как советских мультфильмах она гораздо лучше на это ложится и то же самое кстати неожиданно спадал прошлогодний снег потому что несмотря на то что он пластилиновый анимация там достаточно хорошо сделано с точки зрения плавности поэтому когда ты его смотришь у тебя нет эффекта что блин что-то здесь не так а просто взяли добавили больше фаз пластилиновой анимации примерно такой эффект и практически смысл всех этих испытаний не то что хайпа срубить мне просто было любопытно а в том что на самом деле эта фигня ведь может помогать реально аниматором ну хорошо у вас маленький бюджет у вас адские дедуайны и у вас нет художников допустим рисовать это все ну нарисуйте 12 ключевых кадров ну то есть мультфильм с 12 ключевыми кадрами скормите это на ночь своей рендер ферме и она вам это все в принципе дорисует хорошо макс вот сейчас прямо большое количество анимационных аутсор студии во вьетнаме и в китае взвыли и от вируса причем давай ка это давай ка без дурацких идей да начало так вообще из-за этого алгоритма внезапно так шебушились потому что он очень качественный то есть это впервые когда интерполяция достигла именно такого уровня качества при том что ресурсы даже сейчас когда все жутко сырое глючное костыльное не оптимизированное принципе на бытовой машине можешь интерполировать 18 минут контента за 12 часов это очень неплохо на самом деле это реально очень на если у тебя 3 titan xp в сли да или у тебя рендер ферма какая-нибудь удаленная то есть загружаешь весь сезон dragon prince в нее ну три дня подождал он от интерполировался ты там вычислил совсем брак и все их продакшен хочу за история с портхабом а история с портхабом очень смешная у нас же не не вообще непонятно кому принадлежатся права на советские мультики же не уж ему не не всегда потому что есть мультики которые снимал творческое объединение экран например которые ныне уже не существует или одесские киностудия да и естественно права оказались в руках хер пойми кого я загружал мультфильм на youtube я ждал что мне просто скажут что это типа в этом мультфильм нельзя монетизировать да и хер с ним я не планировал нет как это было с чебурашкой а мне сказали а ты вообще не имеешь права показывать это на ютубе заблокированного во всех странах да да я так влиять до херня ну ладно на вимео выложу захожу на вимео недельный лимит 500 мегабайт видео весит 700 мегабайт окей и тут и тут неожиданно мне на помощь опять приходит бобок и пишет суши а портхаб технологическая платформа с хорошей поддержкой высоких фпс и это правда потому что порнхабе огромный зеленый крокодил помогает трем пионером называется видео это я заливал падал прошлогодний снег называется она собственно классический но поскольку оформление видео на порнхабе гораздо веселее чем на ютубе из-за категорий тегов и прочего у меня у меня у меня у меня категории значит выглядит как hd порно безобидный контент рогоносцы и романтика производства профессионал теги анимация косплей надо было сказать что это типа психо психоделик хентай вот это еще думаю какую порно звезду добавить я еще подумал может вызовы из брайзерс так но вообще кстати я могу сказать что вот мы тут говорим про анимации давай давайте попробуем еще полепить на недельке может быть что-нибудь классное получится расскажем заодно там у нас канале там вдруг у нас действительно получится еще клевые ролики и клевые анимации а вы знаете у кого не получилось для чего для чего лайк и страничный слан 500 рублей спасибо за стрим в день моего долгожданного увольнения и и у каждого насколько помню она очень давно хотела уволиться ну тогда поздравляем так ну ну вообще кстати у кого ничего не получилось знаете есть такая компания которая как вы помните рассказывали в одном из наших подкастов где используется такой понятий как launch culture что это такое когда культура запуска я буду сурдо переводчиком с тимуровского короче когда в компании всячески поощряется запуск новых продуктов или запуск новых фичей для продуктов и поддержка что какая поддержка ты что давай сундар давай фигач короче вот и эта компания google который теперь уже даже не google alphabet который поддерживает всяческие запуск различных продуктов которые соответственно ну знаете с помпой подаются инновации нововведения все будет прекрасно там и ар стриминг вот это то все пятое-десятое давайте закроем потому что никто этим оказывается не пользуется да и соответственно вся пресса была срублена количество публикаций просто астрономическое количество фанбоев которые говорят ну вот теперь-то вообще огромная одну а сами понимаете там кладбище сколько там 2000 что ли проект в кладбище мертвых проектов гугла да 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 так вот я могу сказать что у нас есть пациент который еще не мертв интубируйте срочно но суридей мы уже отпраздновали 40 дней мы уже отпраздновали и вот и но надежда еще есть вот и в общем то мы говорим сейчас про проект google стадия стирия стирия да и знаешь когда я говорю так у меня получается какой-то такой европейский ай лад а если а если бы сервер запускался в одессе он бы назывался google студия мне кажется это скорее даже где-нибудь в этом в мюнхене гугл студия приходите в студию играть в наши шпили даже шпили шпили вилле автомобили да короче google стадия 40 дней не обновлялась пользователям не добавляли они новые игры и не обновляли туда никакие анонсы о том что новые игры вообще ничего не писали про проект а вообще она не обновлялась 69 дней и максимка тут должен сделать звук вот этот вот нойс 69 дней и соответственно все пользователи рэддиты которые читают собредит стадия мне в общем-то написали там на здоровенный пост о том что да они конечно не обновляются но давайте пока соберем фич которые они могли бы поправить и было бы классно если бы google что-то бы написал об этом вот 69 дней прошло время требовать большего и лучшего ответственность гугла ну и соответственно комьюнити менеджер им там написал что спасибо что вы с нами спасибо что вы еще не отписались от google стадия про все будет все будет ждите ждите главное дождаться и тут же буквально через пару часов google выкатывает обновление которым пишет что подписчики google стадия про то есть не бесплатные подписчики именно те которые платят еще и деньги получат две игры гилд и метро экзодус так что знаете как я написал twitter это google птицы города пока не принес шнение на рейдите не полетит вот серьезно это и та и другая игра новыми для сервиса не являются чтобы вы понимали то есть сделано было ничего на самом-то деле но и ничего не было как-то на фенков валю короче чтобы понимали конечно данном случае немножко жалко что вот это будущее понимаете с которой с такой помпой презентовалась и говорилось что вот это будет прямо вообще что-то нереальное при этом на первых же показах все говорят да бля вообще играть невозможно вот это google не не все будет поправлено она берут выпускают этот проект напоминаю вам что в момент когда когда проект выпускали в народ в этот момент сундар печай уже выдернул шнур понимаете поэтому когда выкатывали проект про его маркетингу на денег на маркетинг уже не дали все дым и так дело было отдел был следующий он запускался что типа про него все такие типа а когда запускается до вчера что еще вчера до вчера запустился говорили же что ну да вчера вчера до путется а почему никто не знает да всем не так было дела тимур я тебе объясню как было дело в гугле знаешь как мы куда что-то там начал ключ повернул что началось то что это сейчас был махровый секс махровый и до секс прям прости пожалуйста неважно и сексизм тоже наверное я не знаю может там женщины работают они так короче в крино жаль небось да смотрите мы на самом деле мы на самом деле болеем за стриминг мы хотим чтобы конечно так или иначе этот сервис залетела единственное что ну мы все знаем что конечно интернет не идеально людей я могу вам напрыскать интересный момент что мне сейчас дома теперь стоит 500 мегабитный канал и короче я налагающий камеры я не вижу ничего не знаю я за не могу пускать что вот я сейчас смотрю на самого себя на стриме и я нормально выгляжу нормально выгодишь паси короче заточнение короче в чем прикол же что ты знаешь вот я смотрю допустим различные сервисы там netflix кинопоиск и прочее на телеке у меня телек подсоединен через ну и лжи олит до по ценен через провод но проблема в том что у лжи олита прекрасный хайм телевизор лжи хуесоса все еще вот не поддерживать больше чем 100 мегабит а то есть у них ограничения стоит зачем тебе больше объясним гиганты хотел нужен нужен я хотел чтобы гигабина заражите объясните мне для чего я хочу чтобы 4к 8к hdr 120 фпс хуярило просто 4к видос будь жрать у тебя в минуту где-то примерно ну 20 мегабит я просто к чему хочу все это объяснить что при этом у него по вайфаю он способен выжить больше чем 100 мегабит как у меня но я вот и тестировал на разных там серваках ну там 450 мегабит я выжил через спид-тест на телеке вот по вайфаю на 5 гигагерц дай-ка я угадаю но у вайфая нет консистности да не просто нет консистности а просто иногда там типа в том же самом кино поиске смотришь обычно 1080p ничего такого или в netflix вот я сейчас моего 4к а он просто такой хуяк и буферезится а он сбивает тебя на 360p а потом восстанавливает а ты такой а какого хера так а подождите как бы почему в чем проблема блин у меня 500 мегабит на интернет все прекрасно как бы спид-тест показывает что все заебись netflix сочет хуи как бы и и чего вот и я просто все это к чему что если даже вот у меня дома довольно хорошо ну не то что супер хай-энд но хороший очень роутер хай-энд телевизор понимаешь и даже они не способны там показать тебе нормальную картинку там условно по вайфаю там на 100 мегабитах или 500 даже мегабитах да короче 100 мегабит плейзер на это еще более-менее хорошо все работают то опять же кто будет отвечать за консистенции вот всех этих маленьких звеньев 0 километра на всем этом пути как бы до google стадии то есть у него есть очень много факторов которые на это влияют на которые google повлиять никак не может но то есть как бы вот смотри конкретно в твоем примере до виноваты не обязательно телек 100 мегабитки за для 4 к тебе должно быть за глаза хватает не хватает может быть где смотри просто может не хватай слева процессорного времени на твоем телеке то есть там же проблемы не в этом проблему может быть ну чтоisi оксан это говорит ну кому проблему может быть свои например процессором в телеке которого просто может не хватать для того чтобы кадры интерполировать и выводить тебе игра это серьезно scheint может повод соэтоба первый не хватает? Я просто говорю тебе, какие возможности могут быть для оправдания Гугла. Что ты? Не даёшь это говорить? Смотри, дальше вариант, да? Что? У тебя стоит замечательный роутер, да? А у твоего провайдера стоит циск в 98-м году купленный, они её не меняли. Она работает по принципу, как бы делим всё это на 160 квартир в твоём доме. Понимаешь? Так это работает. Какой-то тут Тимур качает все 4 карибта, пошёл он в хер, там дядя Ваня хочет в танки поиграть. Ты ему мешаешь. Вот так это работает. Ставит этот КОС, да, короче, и там КОС распределяет на нас на всех, да? Ну, то есть это... Проблема последующих. Короче, тут, в общем, что пишут? О том, что, типа, видите, нам в комментариях в виде Shield или Apple TV, проводу решения проблемы смотрения 4K в потоке. Пацаны, у меня телек спокойно, 4K в потоке принимает, короче, по проводу. Всё шикарно. По Wi-Fi он просто не хочет. Но только 100 мегабит максимум по проводу, к сожалению, воспринимает телевизор. Вот LG OLED B8. Тут мне пишут ещё кто-то, кроме всего прочего, о том, что вообще, типа, ну, телек LG, типа, ему плохо от рипов 4K видосов. Я могу вам сказать, что на процессорах, которые до 2019 года, 4K в AVC формате, они реально, как бы, плохо проигрываются, потому что телек действительно давится ими. Но в более новом формате, который HEVC, то есть, который H265, он нормально совершенно проигрывает, вообще идеально. Он шикарно играет. У меня, то есть, я вам могу сказать, у меня очень бюджетный телевизор, не как у Тимура такой, по краешку, что называется. И у него немощный процессор. Он Джокера 60-гигабайтного играет, не заикиваясь абсолютно с проблемой. Короче, в HEVC он нормально все проигрывает. А в AVC более старый формат 4K, короче, вот им он давится прям, я могу честно сказать, там сразу у тебя 30 FPS, получается 15. Ну, то есть аппаратного кодека нет, вот и все. Ну, в общем, печалька, короче, но, ребят, мы надеемся, что когда-нибудь все-таки у Гугла получится. Если не получится, вы знаете, есть сайты вот эти, знаете, кладбища Google проектов, учите стадию там. У нас еще, кстати, по поводу связи, раз уж мы говорим по поводу... То есть, вы можете. Тони занес нам в струбле макс мультики про Чебурашку либо в Японии. Добавь тогда тегов japan, аниме, перевод описания на японский. Спасибо тебе, Тони. Ну, кстати, это, кстати, хороший пример. Ну, можно, можно. Слушайте, надо тег Чебурашка на японском добавить. Говоря про нулевой километр, вот мы много говорим про связь, а одно из панацей от, типа, проблем с покрытием и с прочим, когда спрашиваешь на западных форумах, типа, ну вот, ты говоришь, смотрите, чуваки, я вот живу в России, где сверхдешевый проводной интернет, где оптика заведена даже в сортирной о Дальнем Севере, где, это правда, где нет никаких проблем там с доступностью по ценам, даже у нас есть большая проблема нулевого километра. А в какой-нибудь второй зоне Лондона получить интернет выше 10 мегабит, это целое огромное приключение. Это, кстати, чистая правда. И все говорят... Мой коллега, как раз таки, бывший Паша Борисов, который работал в Ленте.ру и Медузе, недавно как раз мне в Твиттере писал о том, что, типа, о, вот тут буржуй в Москве, я ухуели, там, типа, 500 мегабит, говорит, у меня 20 мегабит, что-то за 50 фунтов, короче, в Лондоне, как раз таки. Вот, и у нас там еще один наш знакомый пришел и говорит, типа, бля, чувак, можно вообще гигабит купить, типа, там, за копейки у, там, одного из провайдеров. И, оказывается, ты просто должен чекать, типа, когда у этого провайдера конкретно в твоем районе появится покрытие. А может, оно никогда не появится. У него все еще нету, и Паша там, типа, сидит, страдает. Я просто знаю, что вот наша подруга Мариана, которая к нам иногда заглядывает на стримы, она раньше жила во второй зоне Лондона, у нее там был 4G через модем, поделенный на три комнаты, у нее там был мегабит, там была невозможность с ней играть. Она в итоге переехала за пределы Лондона, у нее наконец-то появились 50 мегабит, через какой-то очень хитрый ADSL. Вот, даже не оптика. То есть надо понимать. И все говорят, что сейчас, особенно в Британии, 5G — это панацея. И поэтому 5G для британцев вопрос очень важный, болезненный. И, ну, как для нас, наверное, когда-то, когда начали оптику класть. То есть для них это действительно некое спасение. Я вам напоминаю прописную... Извини, что я прерву, как бы просто в тему прям, потому что напоминаю вам прописную истину, которую в Европе вообще абсолютно знают. Я вам об этом много раз рассказывал. Напомню просто еще раз. Потому что в Европе в свое время очень сильно развивали телефонные линии в 20 веке. Ну, то есть там 50-е, 60-е, 70-е года. У всех стали очень качественные телефонные провода. Поэтому в момент, когда нужно было развивать интернет, все начали развивать ADSL. И он работал отлично. Шикарно просто работал. Потому что... Потому что телефонная инфраструктура супер. Да, она была шикарно сделана. У всех была хорошая телефонная линия, поэтому ADSL спокойно тянула. Все было круто. Особенно, когда там были 5 мегабит, 10 мегабит, 20 мегабит. Охренеть, короче. Ну, все было круто. Когда пошло уже чуть дальше, все поняли, что не тянет. А в России, к сожалению, было все ровно наоборот. В России всегда была очень плохая инфраструктура телефона, потому что буквально из говной палубы... Охренеть, телефонная связь, да. У нас была очень плохая телефонная связь, поэтому у нас наши телефонные линии ни в крупных городах, ни вне крупных городов никогда не подходили нормально для ADSL. То есть где-то иногда подходили, но не всегда. И вот эти всякие дайлапы тоже, как бы у нас тоже работали просто через пень колоды. Напоминаю вам, что вы уже этого не помните, особенно если вам там типа 20 лет. Окей, бумер. Но мы-то помним, что были спаренные телефоны. И вот... Каждый раз слышно всякие бумер, блядей. Нет, ты знаешь... Да, 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 конечно, конечно, да. Мам, ну зачем ты трубку взяла? Я в контру играл! Да, потому что я напоминаю вам, если вдруг вы как бы не застали это время, как работало это все в наше время, что когда у вас спаренный телефон, это не то, что даже Макса рассказывает, это другое. Это значит, что у вас одна телефонная линия вместе с соседями. И, соответственно, если соседи заняли телефон, то у вас просто молчание в трубке. И у вас просто нет канала. Да. И, соответственно, если тетя Соня из квартиры напротив, короче, сидит с твоей подругой, два часа пиздит там в ванне, грубо говоря. Мы шли и стучались там, и говорили, тетя Соня, нам надо срочно бабушке позвонить. Она такая, ой, да, 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 еще 15 минут, короче. Вот. Потом ты уже три раза стучишь, и говоришь, ну срочно же нужно. Она такая, о, хорошо, хорошо. Ты идешь и звонишь. И в этот момент тетя Соня не может поговорить. Вот. Соответственно, ни о каком интернете даже вообще речи быть не могло. Потому что в момент, когда ты пытался дозвониться, на 15-й раз примерно у тебя хватало мощности твоей линии для того, чтобы просто дозвониться до Диалапа. Ни о каком DSL даже речи быть не могло на такой телефонной линии. Ну а как же, ты вспомни этот МТС-стрим, первый DSL-овский, блядь, провайдер Москвы. Помнишь, стрим назывался? Да. Он реально назывался стрим, если кто не помнит. Да, я тоже помню. Был такой, да. Это же по сути DSL был. По-моему, до 8-ми мегабит, но это что-то, знаешь, прям в совсем хороших линиях 8-ми мегабит было. Это когда цифровые АТС-ки еще были хорошие. А так, да, да, да. Еще меняли цифровые АТС-ки. Это когда как раз Макс Прав сделали цифровые АТС, когда вы много где поменяли провода, делали капитальные ремонты в подъездах, сделали капитальные ремонты линий, трубы поменяли на пластиковые. Вот это все, понимаешь? Вот тогда, году так, знаешь, типа там, в 99-м, в 2000-м, в 2001-м, вот-вот началось, понимаешь? Но уже тогда, уже тогда все осознали и прочухали, что телефонные линии не вариант. Поэтому в России начали массово везде класть оптоволок. Знаешь, почему еще оптоволок? оптоволокно начали класть. Это из-за программы мультиплей, мультиплекса, то есть то, что должны были быть... Переходы цифровой АТВ, да. федеральные ТВ-каналы должны были быть доступны везде. Понимаешь? Это случилось сильно позже, до того, прежде чем начали класть оптоволокно, в конце 90-х годов по крупным городам. Плюс-минус в одно и то же, я имею в виду, по квартирам. Конкретно, чем ты говоришь? Нет, о чем ты говоришь, это в конце 2000-х было. Это началось в 2006-м году. А я тебе говорю, в конце 90-х. А я тебе говорю, в конце 90-х. Окей, бумер. Да блин. Короче, и в общем-то, просто я к тому, что начали класть везде оптоволокно. И, естественно, его не клали в каждую квартиру. Его, как вы помните, клали до определенных домов. И что делали? Напоминаю вам, что ставили там, соответственно, свитч. И начинали с него тянуть просто эзернет-кабеля во все там квартиры. И, соответственно, появились эти самые домовые сети. Естественно, на этом свитче крутился еще у кого-то где-то какой-то сервак. Дисиплес плюс и ПКЧ. Домашние сети. Конечно, домашние сети. Люди начали друг друга расшаривать там, если помните, от игр и фильмов до паков с тяно-девочками, с тяно-мальчиками и прочими. И, в общем-то, там просто вот был, многие люди не пользовались интернетом, они пользовались только домовыми сетями. Только локалкой, да. Был, ну, локальный чат, например. Ну, локальные игры были подняты. Например, у нас был локалки сервер Counter-Strike. У всех был локалки сервер Counter-Strike. У Квака и вторая, типа там, и Half-Life, когда, типа, вышел, там даже Half-Life Deathmatch, там и прочее. Я вот все это просто тоже помню. Я вот знаю про Едонки, да. Помните Едонки? Да-да-да-да. Да-да, Едонки, да. Ему. И мы тоже понялись. И смысл в том, что, опять же, вот, в России и в Восточной Европе из-за того, что была очень плохая телефонная сеть, сразу же клали везде опытового окна. И поэтому во всей Восточной Европе очень быстрый, хороший интернет. То есть вот дешевый с того момента. Самое главное дешевый. И дешевый, да. А в Великобритании, там, в Испании, там, во всяких Италиях и так далее, интернет просто говна кусок, потому что они тогда сделали ставку на телефонные линии, на DSL. Я могу сказать, что я когда приезжал в Испанию, что-то еще, году в 2014-м, ты проходишь мимо офиса телефонники, там огромный такой плакат «А DSL плюс!» Ты такой просто что? 2015-й год просто! А DSL плюс рекламируется в офисе телефонники в Испании, в Барселоне. И ты думаешь, вы просто охренели там, ребята. Но у них, конечно, пошло сейчас ровно то же самое, что было у нас. Только сейчас я могу сказать, что вот у меня у друга в Барселоне, например, в определенный момент просто провели оптоволокно прямо домой, потому что проводят тебе прямо оптоволоконный кабель, ставят специальный зашитый, перешитый, анально огороженный роутер от самой телефонники, который принимает как раз вот этот самый оптоволоконный сигнал, а дальше тебе уже раздает интернет как бы на твой любой другой роутер. Ну, или на своем собственном говняном Wi-Fi. Ну, у нас сейчас так же делают, когда подключают частные дома, потому что в Казани сейчас начали подключать частный сектор, и я родителям так тянул год назад интернет, тебе заводят оптику домой, ставят там вот эту распределительную коробку, из которой это превращается в Ethernet, ну, конвертер с оптики в Ethernet, и ты там дальше уже ебись сам с домашней сетью, интернет тебе вот дали. Например, такая логика. Ну, слушайте, ты говоришь про ставки, да, ты говоришь про ставки, то, что ты подделали. Мы отдаляемся от темы, давайте вернемся. Да, ты сделал ставку на какие-то новые технологии, вот, пожалуйста, тебе делают ставку на новые технологии. Великобритания хочет у себя внедрить 5G. Не просто как внедрить, Я напоминаю вам о том, что, ребята, 5G это очень прекрасное слово, с которым сейчас все его поднимают на флаг и бегут с ним такие 5G, охренеть, все, сейчас поставим. Короче, есть такой замечательный чувак, я вам очень советую на него подписаться, если вам интересен телеком, его зовут Дин Бабли в Твиттере. Он постоянно бывает на всяких конфах очень крутых и совершенно открыто постит там оттуда все слайды, всякие выдержки, и я за последний год вместе с ним, можно так сказать, побывал на куче конференций, и почитал огромное количество слайдов, которые презентуют самые разные чуваки со всей Европы, из США, из Китая, рассказывая о стандартах, о внедрениях и обо всем. И я могу сказать так, что на данный момент 5G это около 8 разных стандартов, которые все почему-то объединяют в один, хотя на самом деле это не так. Про какие-то IT-стандарты я сразу вспоминаю тот комикс хакет, где говорят, что есть 10 разных стандартов, что это такое? Давайте придумаем один классный, чтобы он объединил их все, делают 11 стандарты. Ситуация, есть 11 стандартов. Так это работает. Да, да, да. Короче, чтобы вы понимали, прикол просто в том, что, опять же, куча стандартов, они часто друг с другом могут очень непросто пересекаться. Причем спектр, на котором они работают, он очень разный, от условно 600 МГц до 5 с хером гигагерц. Так. И эти стандарты, чтобы вы понимали, опять же, что такое 5G? Это есть outdoors, а есть indoors. Так. Если вы берете, например, делаете, развертываете 5G-сеть, то вам нужно, чтобы она работала, например, между домами в городе. Так. И чтобы она, например, работала в зданиях, потому что 5G, из-за того, что если вы используете высокочастотный, там, типа, 5 гигагерц и прочее, он очень плохо пробивает стены. И вам нужно делать специальные ретрансляторы, которые забирают этот самый сигнал и внутри помещений, типа бизнес-центра, домов и так далее, распространяют этот сигнал. Соответственно, из-за того, что сигнал часто, особенно высокочастотный, вот этот на очень, с очень высокими скоростями и с маленьким пингом, требует больших мощностей, то, во-первых, энергозатраты очень высокие, а, во-вторых, расстояние между базовыми станциями, ретрансляторами и прочими, примерно в два раза меньше, чем у сети 4G. Почему сразу? Отдеть 6G, где эти проблемы будут решены. Короче, и чтобы вы понимали, вам нужно, по сути, на одинаковое пространство поставить в 3-4 раза больше техники 5G, чтобы она просто покрывала одно и то же пространство по сравнению с 4G. И поэтому он стоит дороже? Он стоит просто охуеть в наскольку дороже. Ему сейчас объясняет на самом деле совсем другое, Дим. Он объясняет, почему это потенциально вкуснейший контракт, который можно получить. А, понятно. И история в том, что американцы очень долго пытались убедить свою бывшую метрополию Великобританию, что ни в коем случае не используйте китайскую технику, потому что там закладки. А вот если вы купите нашу с нашими закладками, вот тогда вам будет совершенно точно заебись. Мы американцы не обмандываем друг друга, да? Так происходило? Да, примерно так и происходило. Я вам просто напоминаю, что на самом деле производителей на рынке 5G не очень много, типа всяких там Nokia, Ericsson, Huawei и там еще пара-тройка чуваков, типа там Motorola, по ней, Motorola уже, по-моему, даже уже там не работает. Короче, их не очень много и по факту как бы конкуренция там, ну, она большая, но она большая между небольшим количеством игроков. Понимаете? И поэтому проблема просто в том, что их увещается неблагонадежным, потому что, напомню вам, что уже по огромному, просто вот нереально огромному количеству свидетельств все знают, что Huawei на самом деле спонсируется китайским правительством. И вопрос только в том, что до какой степени их отношения глубокие. Понимаете? Вот этого как бы мы никто не знаем. То есть как бы есть всякие слухи, домыслы, вот это все. Но никто не знает на самом деле, как все это обстоит. Но, естественно, лучше перестраховаться. Но, понимаете, так как Huawei дает самые выгодные условия на рынке, и, в принципе, у них один из самых лучших вообще в целом там, портфолио, так скажем, технологии. Да у них хабстэк просто готов в отличие от остальных конкурентов. То есть вот вы говорите Huawei, мне нужна 5G-сеть, и он просто берет ее и строит. Потому что у них есть стэк для этого. Я напоминаю вам, что по условиям, которые выдвинули Великобритании спецслужбы, что, во-первых, не должны использоваться технологии Huawei в критических системах, и критических вычислительных местах различных, которые произносят эти процессоры и прочее. А во-вторых, чтобы не более 35% техники Huawei занимали в общем стэке ваших технологий, если вы будете, допустим, оператор телефон. А наше правительство что-нибудь думает по этому поводу? Да, у нас просто нахуй, разворачивай. Нет, просто ты берешь, смотри, поступают так. Закладки, давай побольше, хуярь, нам все равно. Кладман-мудак, как известно. Нет, просто тебе присылают роутер Huawei, ты берешь долото, блядь, сбиваешь его там сверху вот эту хуйню, пишешь прогресс M12RB-Ш, сделано в России. Ну, я еще напоминаю вам, что в России на самом деле первые сети, например, которые экспериментальные сделали, по-моему, Теле 2 и еще кто-то, они были, как ни странно, сделаны не на технологиях. Они были сделаны, по-моему, на Ericsson. Насколько? На КамАЗе сейчас 5G запустили, буквально на днях. Вот интересно. Я говорю про московскую сеть, которая Теле 2, вот, и, в общем-то, то есть там, короче, был, ну, то есть, насколько я помню, писали из пресс-релизов и статей всех, там, по крайней мере, писали, что основной стэк-технологий был, как ни странно, не от Huawei. Вот, поэтому имеет смысл задуматься об этом. Но, так или иначе, интересно, что, видите, Великобритания наплевала на своего, знаете, как говорится, на наши партнеры, вот, на партнеров в лице США. И интересно, как у США дальше это будет. А в США в это время уже топят, знаешь, в Бостоне чай, потому что сделать ничего они в этом плане не могут, вот, серьезно. А что, а что, да? У нас, давайте поговорим по поводу закладок, раз уж мы говорим, то довольно интересная история тут произошла с журналистом New York Times, вот, и дело в том, что с ним случилась история. Прислали смс-ку, знаешь, волшебную, волшебную смс-ку. Разошли друзьям, да. На арабском. Короче, история в следующем. Чувак писал, статьи про Саудовскую Аравию, про их принца там какого-то, вот. Ему присылают смс-ку в iMessage, в айфон, которая на арабском, на которой, по сути, если с арабского читать, написано, что, типа, имя этого журналиста, типа, раскрывает тайны про Саудовскую Аравию. И ссылка на какой-то сайт ArabNews. ArabNews действительно есть такой СМИ, есть такой СМИ, в котором он, типа, считает. Но у этого домена была надпись, типа, ArabNews365.com. И он такой сначала вот уже почти нажал, а потом такой, не, не, подождите, дайте я не буду. Дай-ка я отдам знакомым безопасникам. Отдал знакомым безопасникам, они выяснили, что на сайте на этом есть управленческие коды для некого программного обеспечения, которое используется для шпионажа. И конкретно это повод делает израильская компания. Он обратился к этой израильской компании, они ему сказали, ну, мы никак не можем гарантировать того, что тебя взломали саудовцы. Может быть, это были какие-то другие люди. Но ПО у нас как бы не бесплатное, сам понимаешь. И тут бы все ничего, но буквально два года назад примерно такая же история произошла с Безосом, это владелец Амазона, и, как вы знаете, с недавних пор, он же владелец и Вашингтон-Пост. Так, на секундочку. Он общался с саудовским принцем, ему тот прислал, через WhatsApp, причем они это делали, ему через WhatsApp прислал зашифрованный файлик, видеоролик. Ну, там, не важно, что было в видеоролике, важно то, что через уязвимость в WhatsApp, на iPhone, взломали Безоса, утащили у него кучу всяких данных, в том числе и переписку, и фотографии, и прочее. И это стало известно спустя два года. Косвенно это говорит о том, что кибершпионаж пацаны, девчонки, работает даже тогда, когда вы не знаете о тех уязвимостях, которые там эксплуатируются. То есть, мы очень часто в подкасте говорим о том, что подключайте там себе двухфакторку, или там, отключайте двухфакторку, как было в случае с Тимуром, вот, там, ставьте себе пароли, там, и прочее. Но иногда существуют уязвимости, которые в принципе нельзя никак проконтролировать, если только не использовать здравый смысл. Вот этот журналист Нью-Йорк Таймса не нажал на подозрительную смс, и это его спасло от взлома. Хер его знает, что бы там с ним делал. Может, его шантажировали бы, я не знаю. Или еще что-то было. А может быть, просто стырили бы его контакты и уже контакты бы шантажировали. Ну, то есть, вариантов для действий масса. Всегда есть бочка с кислотой. А иногда бывает, что когда и даже здравый смысл не работает. Поэтому... я напоминаю вам про вот эту историю с Джессом, с Джессом Безосом, который на этой неделе произошло, о том, что его якобы... Да, она произошла два года назад. Это, по-моему, это не так рассказали. Вот, да. Ну, да, короче. Там же в чем прикол, что... Первое... Вы же знаете, что вот это ему послал-то? Ну, он же послал... Асадовский принц послал ему мем, на котором изображена девушка такая, типа, очень гордая, и написано, что девушки это как лицензионное соглашение. Ты читаешь, 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 потом перестаешь понимать что-либо, и в конце ты просто нажимаешь кнопку I agree. То есть, в принципе, это одноклассники. Смешнявку прислал, да? Смешнявку прислал, короче. Джо Безос такой поржал, а потом сего уже не до смеха, да, совершенно. Но в этой истории здесь очень интересно вот что, что все специалисты по безопасности... Вот тебе, кстати, новый план, да? Антивирус для мемов. Проверять все ваши мем-каналы на наличие заклада. Про мем-каналы тут есть такой бесплатный антивирус Аваст, вот, и на неделе выяснилось, что он сливает вообще абсолютно все ваши данные и особенно компаниям, которые потом продают дату Google, Microsoft, ну, прочим, таким технологическим гигантам, но самое классное, что особенно он заостряет внимание на новостных сайтах и порно-сайтах, а с порно-сайтов он копирует вообще все клики, категории, ссылки, ну, и так далее. Короче, смысл в том, что я просто напоминаю вам о том, что во всей этой истории с Джеффом Безосом огромное количество людей, связанных с безопасностью, журналисты и прочее, говорят о том, что какая-то очень странная история, потому что якобы уже там, типа, федеральные органы власти, там, в США принялись расследовать эту всю историю и как бы кинулись типа уже там какие-то выводы делать и прочее, говорят все, а можно как-то вообще доказать, что этот факт вообще был, что вообще, как бы, вы можете рассказать, типа, как все это произошло? Так они же вроде предоставили каким-то журналистам отчет. При этом все остальные как бы журналисты все говорят, что типа вот, знаешь, форенсикс, то есть это вот предварительное расследование типа доказательств, обстоятельств, там, событий и прочее не были произведены должным образом. То есть все просто типа, ой, меня взломали, ой, давай расследовать. То есть типа примерно так. То есть ты хочешь сказать, что это в силе наших замечательных шпионских историй, то есть просто Америка катит бочку на саудовцев, потому что им хочется. Я бы не исключал. То есть у Безоса есть какие-то интересы в Саудовской Аравии, поэтому он через свой Вашингтон-Пост проталкивает тему о том, что его взломали, подключает в Нью-Йорк Таймс, они тоже вроде как взломали, а вроде как и не взломали. Так должно быть? Сейчас окажется, что на самом деле все виноваты русские. Потому что... Потому что... Я думаю, что в апрельный момент просто-напросто Джефф Безос прочитал статью о том, что Apple сканирует все фотографии в iCloud'е и понял, что там могли в него что-то найти. И такой говорит, пацаны меня взломали. И это все многоходовочка. Самое смешное в этой истории, знаешь? Сказать, что потом такая типа... Приходит к нему субор, говорят, а вы знаете, нас тут из Apple предоставили доказательство, говорит, пацаны, вы что, Вашингтон-Пост не читали? Меня взломали. В этой истории, знаешь, что самое смешное? Вот эти все как бы трояны и вообще вот эти управленческие, скажем, руткиты всякие, вещи, которые управляют удаленно твоим компьютером, телефоном, неважно чем, они же не разворачиваются на серверах каких-то. Нет. Они разворачиваются в микроинстансах. То есть в таких неких виртуальных пространствах, в которых он работает. И говорят, что возможно, возможно, мы точно этого не знаем, развернута вся эта история была на Amazon Web Services, да, на AWS. Отлично. Это вносит дополнительную иронию, скажем так, в делом злома. Да, да, да. Короче, ребят, очень стремная история, мы будем за ней следить и смотреть вообще, как она развивается, но, как вы знаете, безостав, самый богатый человек на Земле, напоминаю вам, у которого там что-то типа, недавно была история, что он что-то зарабатывает 400 тысяч долларов в минуту, кажется, вот, и он, знаете, говорит, типа, отдам нам через пару минут пожары Австралии, Австралия отдаю 2 миллиона долларов все-таки от сердца и заработал это за сколько там, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 5 минут. Типа, отдаю на пожары, там, вот, 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 ну, в общем, конечно, смешно. Так, но, ребят, наша постоянная рубрика теперь уже, мы обсуждаем слухи недели. Слухи недели. На этой неделе слух был по поводу Resident Evil 8, слух пришел с очень странного источника, но его уже подтвердили на Еврогеймере, так что можно считать это вообще в принципе не слухом. История в следующем. Resident Evil 8 не будет иметь в своем названии цифру 8. Вроде как будет просто Resident Evil что-то с каким-то подзаголовком, а может быть вообще даже не Resident Evil, неважно. Он будет рассказывать якобы про того же персонажа, который был в Resident Evil 7, его кажется зовут Итан, по-моему. Да, Итан его зовут. Вот. Нет, просто Итан. И это будет игра от первого лица, да? Так же, как Resident Evil 7. Что думаете по этому поводу? Я думаю, это отлично, потому что, во-первых, сколько уже лет прошло, Resident Evil 7 до сих пор одна из лучших VR-игр вообще, вообще, во многом, потому что вид от первого лица. А во-вторых, мне кажется, что очень классно, когда Resident существует параллельно, есть классические части с видом от третьего, есть экспериментальные новые игры с видом от первого, и, причем, я так понимаю, они там тоже вдохновляются, судя по утечке, старыми частями, потому что, помимо того, что вид от первого лица, там будет некая деревня, там будет некий замок. Господи, это Resident Evil 4, самая, блядь, ненавистная очень сильно вдохновляются четверкой в плане именно сеттинга, при этом, они хотят добавить в игру что-то типа Немезица, который постоянно будет ходить за игроком. Как это было в седьмой части и вообще везде, в принципе, наверное. Ну да, это фишка Resident Evil как серия, так что здесь можно сказать, что вода мокрая. И пока что все звучит достаточно логично и реалистично, если только не учитывать одну очень важную информацию, которая была инсайдером с Титаном Росетеру, другим надежным очень инсайдером, который до этого и про ремейк 2 и ремейк 3 очень многое слил достоверно, он говорит, что разработку якобы перезапустили и достаточно давно уже перезапустили, 7-8 месяцев назад. Вот. Все сотрудники были уволены еще позавчера. Позавчера. Да-да-да. И типа информация Еврогеймера может быть основана на том прототипе, который как раз перезапустили. То есть этого прототипа может уже и нет. Я думаю, что раньше 2021 года мы ничего не услышим по поводу нового. Да, но мне бы очень хотелось, чтобы, опять же, это было так же, ну знаешь, на презентации Sony они бы вышли и сказали, разве ты был 8? Сказали бы трейлер. Вой был in VR day long. Это было бы офигенно. Вот серьезно. Да, про поводу VR никто не заикнулся даже, а ведь действительно седьмая часть же работала в VR. Она шикарная, она шикарная в VR, с гигантским удовольствием прошел в VR. Просто история, я ее очень сильно потом увидел в VR, потому что я ее купил на ПК, а на ПК никакого VR нет вообще, в принципе. А на конце у меня нету. А, в смысле у Resident Evil? У него нету. Да, поправочку делаем, да. У Сексимки нету. У седьмого Resident Evil нет VR режима нигде, кроме как на PlayStation. И как-то меня жаба душила, он постоянно был на фул прайсе, а тут мы с Димкой состряпали двойку, и у Димки опа, у нее есть седьмой Resident, ща мы пощупим. Я, в общем, как мразь играл в итоге неделю в эту игру, у меня скопился жуткий бэклог, я ненавижу себя. Воруют у меня видеоигры с Синц 2017. Как и ты. Отвратительно. Короче, да. Пацаны, тут еще довольно интересная история случилась, дело в том, что в испанском подкасте, который называется DRM HUEGOS, вот. Да, я бы как бы уточнил специально для тех, кто не знает испанский, что HUEGOS означает видеоигры, в общем-то. Да, просто игры. в общем-то HUEGOS это и есть игры, потому что первое правило куб любителей видеоигр. Три HUEGOS собрались сделать подкаст. Да. Назвали его завтра HUEGOS, да. Завтра HUEGOS. Чего я там в подкасте сказали? Пацаны, я вам напоминаю, что HUEGOS, так. на испанском HUEGOS, кости, кости, да. Пишется, прямо пишется HUEGOS. а HUEGOS это, по-моему, яйцо. Это яйцо, да. Яйцо, да, поэтому сами понимаете, когда вам яйцо, вот, то вы кости. Я до сих пор не могу забыть, когда у меня, значит, приехал СОПКОР, испанского информагентства к нам в Казань, в гости, на мою старую работу, и привез, и привез, короче, там всякие сувениры, и самое главное, он привез подарок нашему директору, который, типа, чувак, ты оценишь, просто, просто специально тебе упаковка от яиц, на которых написано СУПЕР ГУЭВА. ХИМО, 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 В общем, короче, пацаны, там некие инсайдеры пришли, которые уже доподлинно знают цену, причем говорят, что это, типа, чуваки, которые до этого очень много сливали другой важной инфы про Майкрософт, и якобы чуваки рассказали о том, что... Причем, ты знаешь, это надо читать именно на испанском, там где-то. И публикали один эпизод, и где мы говорим, анализируем ледикадо, анонсируем прессу для новой Xbox эксклюзива. Да иди ты уже на бардаш, долбанный испанец, я тебе задам жару. Звучит отлично. Короче, в итоге стоимость нового Xbox Series X, того самого гроба, холодильника, будет 499 евро. Ну, в общем-то, как вы понимаете, все уже смогли оценить, сколько это будет, соответственно, в долларах. Подождите, дайте, почитаем, сколько это в рублях. А сколько сейчас евро у нас стоит? Да 40 тысяч это будет. Тихо, 500 евро в рублях. 34322 рубля. Плюс НДС, плюс так можно обмышлено. Ты знаешь, я думаю, что скорее всего он будет стоить, сколько сейчас стоит Xbox One X. 45. 45 тысяч. Ну, 45 скорее. Короче, я думаю, что он будет стоить примерно столько же, сколько будет стоить Xbox One X. То есть Xbox One X сильно подешевеет, я думаю, раза в два, скорее всего. И, соответственно, Xbox Series X будет стоить вот столько же, сколько сейчас стоит Xbox One X. Зная политику Microsoft, я думаю, что Xbox Series X очень быстро окажется на распродажах. Или плюс три игры, два геймпада. И Nokia Lumia? О, черт. Да-да-да, короче. Поэтому вы сразу тут не кидаете, покупайте. Подождите, когда будут кучу ништяков давать вместе с ним. Хорошо, что Kinect с ним больше не продается. Блин, у меня, кстати, лежит Kinect. О, от Xbox One. А его можно воткнуть в Xbox One? Тимур, это да, у меня есть. Ты просто не включаешь, потому что. Подписался сейчас на стрим Just Dance. Почему не Just Dance? То есть, если там есть игры, про всякие там рыбалки. Нет, Just Dance. Чувак, нет, чувак, Just Dance. Я не умею. Я понимаю, себя. Давай подбили Айлиш нормально. Давай, да, 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 да. Общицкий, если вы верни, становится, мне становится блевать, когда я слышу это. Это, наверное, сам... У Билли Айлиш есть хорошие песни, как бы, но вот эта песня, она просто блевотная совершенно. Я могу сказать, что... Я могу сказать, что... Я просто в свое время Билли Айлиш начал слушать, когда вышел совершенно офигительный ремикс на одну из ее самых первых песен, которая называлась Ocean Eyes. И был ремикс, который, кстати, нигде официально так и не вышел. Он есть только на Саунглубе, там, на Ютубе и так далее. Это Дженги Битц. Я очень люблю офигительный совершенно музыкант. И совершенно... Прямо вот реально этот трек, с которым я узнал про существование Билли Айлиш еще много лет назад. А потом она тебе становится очень популярной, 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 и у ее треки все хуже, хуже и хуже. И ты такой просто, блядь, как вы это все слушаете, как бы. И сейчас она еще берет все эти Грэмми, и я такой просто смотрю... Нет, такой пиздец. А почему вы решили, что в Грэмми должны быть хорошие композиции? Я тебе объясню, Дим, 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 Дим. Это понятно, что Грэмми давно про популярность, а не про качество, но с Билли Айлиш просто, чтобы знать, что такое продакшн Билли Айлиш, есть такой швед Сет Эверман. Это чувак, который... Он мультиинструменталист, у него прекрасный слух, очень неплохой голос. Он страдает такой академической хуйней. Это страшно талантливый человек, который с музыкой творит полную комедию. В этом его трекица. Он крутой, у него... Он крутейший, он замечательный. И он с помощью вентилятора, дивана и картриджа от GoldenEye воссоздал Бэтгай практически один в один. У него получилось настолько качественно, что Ютуб кинул ему копирайт-клейн. Это же серьезно? Да. Я просто вам напоминаю, что не все популярные, популярные треки обязательно были настолько комплексными и настолько необычно круто сделанными, чтобы, собственно, опять же, стать популярными. Огромное количество популярных треков, сделаны два притопа, три прихлопа. Ну, как бы, просто еще есть момент такой. Я вот не знаю насчет... Как тебе объяснить сейчас? Вот я покажу вам картинку Билли Алиша. Я надеюсь, что нас с этим не западет. В плоти нового... Короче, у нее есть такое выражение лица, которое вот сейчас вот на фотографии... Дрессинг бич фейс. Дрессинг бич фейс, да. И она мне почему-то всегда ассоциируется с поехавшим из зеленого слоника только женской версии. Вот серьезно. Я не знаю, почему. У всех ассоции работают по-другому. Но если я тебе покажу сейчас картинку Пахома, ты просто охуенно ешь. Так, подождите, мы дошли уже до того, что издеваемся над Билли Алиш. Понимаешь, что как бы сейчас тебе скажут вот точно какие бумеры просто. Ладно, пацаны, короче. Дрэм хуэгос, 500 евро, вот это все. Вы верите в цифру 500 евро? Я уверен, что скорее всего так и будет. И будет более дешевая версия, которая будет стоить еще дешевле. Хорошо, а ваша спецификация по поводу PlayStation новости? PS5 будет стоить 500 евро. Так же, абсолютно. Я думаю, что скорее всего она будет стоить в более простой версии. Типа 1 терабайт будет стоить 400 евро. А с 2 терабайтами 500 евро. Ну, мне так кажется. Я не уверен, что это будет действительно так. Ну, кто знает. Слышите, ну давайте еще из интересных. Что у нас тут слухов-то было? Окей. Если у нас как бы было про Capcom, то не может же не быть про Konami? Тут, кстати, достаточно интересная история, поскольку эти все истории, они изначально появляются как слухи на всяких фучанах. И внезапно выясняется, что всякие там еврогеймеры их подтверждают через там третьи лица, а иногда через чуваков от Konami условно. Короче, история следующая. Konami якобы несколько лет назад разослала пич разным разработчикам о том, что они хотели бы от них получить некую игру в рамках франшизы Silent Hill. Собственно, Silent Hill мы не видели очень давно. И хотелось бы новый Silent Hill увидеть. Это было два года назад. Сейчас это слели у всякие там инсайдеры с разной степенью правдивости, скажем честно. Но внезапно выясняется, что еврогеймер связался с Konami и там сказали, что мы как бы не можем комментировать, но вообще, да, мы думаем об этом. Думаем о том, чтобы развивать наши франшизы. Так что косвенно этот слух... Собираемся касать! Косвенно этот слух можно подтвердить. Что вы думаете по поводу Silent Hill, пацаны? То есть, смотри, ведь есть машина для починка, есть машина для виртуального покера, и есть ведь игровые автоматы, которые как бы тебя завлекают надолго, и, соответственно, для одного автомата подходит эпизодическая модель, а для другого полностью продолжительная, что, в принципе, сходится со слухами. Да, в слухе была, кстати, история о том, что одна игра должна быть неким таким софт-ребутом Silent Hill, а вторая игра — это эпизодический контент типа а-ля игр от Telltale. Ну, то есть, там, Telltale Series Silent Hill. Как вариант. Ну, починка автоматически. Но тут надо понимать, что после ухода Кодзимы и увольнения кучи народу из Konami... Всех, по факту. С какого года? С 2013, кажется, да, всё это происходит? С 2014, да. Ну, плюс-минус, там, 2014-й, 2014-й год. То есть, за все эти годы Konami не выпустила ни одной пиздатой игры. Ну, то есть, PES не считается, как бы, PES он и так сам по себе, как бы, немножко. Ну, вот вспомни, какие-то, по-моему, были франшизы, да, у Konami. Как вообще Konami вообще раньше была? Это считалось одной из, наверное, лучших... Castlevania. Там, МГС. Да хрена всего. Они же выпускали хит за хитом. Silent Hill, там, аркадные серии всякие. Последняя большая игра, которую выпустил Konami, по-моему, Cross Metal Gear Survive, который не зашёл никому. В неё так особо никто и не играл. Все говорили, что... Я просто напомню, что в этой игре есть послание разработчиков о том, как они ненавидят продюсера, зашифрованное в каком-то там туториале. Чтобы вы просто понимали, да? Ну, короче говоря, Silent Hill. Что думаете? Ты что думаешь, Макс, продюсер? Мне кажется, давай дождёмся, потому что сейчас есть тенденция на то, что в Konami потихонечку меняется руководство на такое менее консервативное. И они реально сидят на огромном количестве интеллектуальной собственности, которая может приносить им деньги. Тем более тот бешеный слух Спорчана, он же утверждал очень интересную идею, которая, в принципе, сходится немножко с бизнес-логикой Konami. Что, типа, они отдают франшизу на отку, стригут с неё какой-то фиксированный процент, а сами разработчики дальше трахаются с распространением, с пиаром, со всем. Konami просто как бы отдаёт франшизу в пользование. Ну, честно сказать, я не очень верю этому слуху, потому что мне кажется, что... Ну, хорошо, допустим, ты разработчик, да? И ты делаешь хоррор-игру. Ну, представим себе. Предлагаю отдать Silent Hill на разработку GSC Game World. Ага. Ну, это будет лучший хлеб в индустрии, мне кажется. Опять казаки получатся. Так вот, дело происходит в Чернобыле. Три мужика сидят у костра, и рядом с ними сидит главный герой, и они говорят, шёл я как-то по зоне, и мимо меня идёт пирамиды головой. Я его спрашиваю, а чё ж у тебя башка-то такая? А он мне отвечает, я в Египет съездил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я могу сказать, Макс, что я тут недавно запустил сталкера старого. Мы не обсуждаем. Все три части, решил что-то посмотреть на них. Могу сказать, как же хуё, вот они состарились-то прям вообще пиздец. Ну, то есть, они и тогда были не шедевр, скажем так, но сейчас ты смотришь, а нам пишут, так не смешно же! Это надо голосом у костра говорить. Да-да-да. Могу сказать, как сильно они состарились. То есть, играть более-менее нормально можно, наверное, только вот в Зов Припяти, более-менее. Ну, который самый последний, да. Это же самый первый, и самая вторая, это же вообще ад какой-то. То есть, они абсолютно неиграбели на современных компах, потому что, ну, то есть, тебе надо накатить какие-то там патчи, ещё какую-то хуйню, ещё какую-то там фанатскую муку. И просто накатить. Ещё какую-то рунду, да, и накатить, и после этого ты заходишь в игру, и у тебя персонажи, вот когда они разговаривают, они вот так проговаривают. Просто все игры. Начало 2000-х так работает. Я тебе просто напомню. Но это не начало 2000-х, это 2000 какой-то, девятый год? Восьмой, девятый. Второй, там, двенадцатый что ли? Да, да, да. Кому он. Это моду год 2003-й типа. Ну, ах, если бы, ах, если бы, ты третит, когда это всё разрабатывать начинали. С тех пор движок, собственно, не обновляли сильно. Слушайте, говоря про графику и всякие такие штуки, которые не очень хорошо застарились. Погоди, секунду. Димитрий ШСИ занёс нам 100 рублей. Завтра кастку я господкасту. Слушайте, я хотел просто аккуратно зайти на эту всю историю, потому что напомню вам, что на большом количестве сайтов, игровых в том числе, у нас тоже, ну, мы сразу писали, типа, что пацаны, воспринимайте там, знаете, как говорится, делите на 9000, чтобы это всё делал, как бы, не воспринимать слишком серьёзно. Вот. Якобы картинку, точнее, видос слил некий разработчик, который даже не то, что слил, а, типа, случайно запостил паблик, хотя не хотел, о том, как включается PlayStation 5, и там якобы какой-то специальный QR-код, чтобы привязать, как бы, эту консоль к своему, там, аккаунту разработчика, и вот это всё. Якобы консоль стоит справа от монитора. Ну, в общем, как бы, чувак, который сделал это видео, он сразу сказал, что это фейк. Ну, то есть, прошло непросто, я сказал, он сделал видосик о том, как он делал этот фейк. Я могу сказать, что человек, неплохой мошен дизайнер, умеет в After Effects прям. Отлично сделал. Ну, он в Булендере зафигачил все. В Булендере, ну, да. Ну, в общем-то, опять же, я просто хотел сказать, что не все дали опровержение. Серьёзно. Не все постили, типа, что, о, это видео канал с фейком, как бы. Нет, все просто взяли и сделали, типа, вот одно видео, а потом такие, у-у-у, фейк, ну, кого волнует? Короче. Могу сказать, что вот количество фейков в этот раз какое-то превышает прям... А дешевле стало их делать? Просто, да. Стало проще. Или люди, наконец-то, научились делать нормально. Ну, то есть, как бы... Я просто напомню вам, что когда анонсировали Nintendo Switch, и изначально она называлась Nintendo NX, кто-то сделал фейковый, на 3D-печате, короче, даже не рендер, на 3D-печате распечатал фейковую консоль, положил ее на стол, сфоткал, и детективное агентство не Агап, не знаю, что это фейк, определило по отражению деревьев в этом NX, что это, короче, утечка из Ubisoft Massive, потому что перед офисом Ubisoft Massive стоят такие же деревья. Серьезно? Да. Я что-то подзабыл. Но это был фейк. Это был стопроцентный фейк, если что. Слушайте, на фейке стало свести гораздо проще, потому что раньше фейк это была такая смазанная фотография, снятая с идиотского угла, на которой написано This Movies, как там, типа, Dedicated to the Brave Magic 1 Warriors of Afghanistan. И ты такой, а, окей, хорошо, отлично. А сейчас серьезно, то есть как будто фигаришь и думаешь, блин. Ну, люди заморачиваться стали. Заморачиваться стали, да. Честно говоря, хочется, чтобы PlayStation 5 уже побыстрее показали, даже не с точки зрения того, что хочется ее увидеть, а просто чтобы, блядь, уже просто этот поток прекратился, пожалуйста, хватит, stop it, get some help. Подожди-ка, но логотипы Bloodborne 2-то будут все еще лепить везде, где угодно. и Horizon Zero Dawn скоро тебе залепит логотип, и этот самый Demon's Souls ремейк тебе залепит. Все, что тебе залепит, будет классно. Короче, мы поведемся на все эти фейки. что уже практически везде сказали все, что в середине февраля будет специальное мероприятие PlayStation, где якобы покажут уже. и плот-твист, это тоже фейк. Все это было сном собаки. Слушайте, а знаете, что не было сном собаки? Дело в том, что Microsoft тут внезапно начала вставлять экстеншн в Chrome для тех людей, которые пользуются Office 365. Что делает этот экстеншн? Там корпоративные клиенты, смотрите, там история, вот ее, значит, надо правильно подать. Давай. История в том, что у Microsoft есть Office 365 для обычных, как бы смертных, и это их не касается. А есть Office 365 Pro Plus. Это который для корпоративных сетей, для образовательных учреждений, для офисов. И теперь вы обязаны по условиям лицензии, которые вы уже приобрели, из которой ничего сделать не можете, использовать вместе с Office 365 Pro Plus специальную поисковую, Яндекс.Бар от Бинго. Принудительно. То есть, то есть, то есть, вы понимаете, и как правильно сказал Hutchins, это очень известный malware эксперт, который в свое время Петю останавливал и прочие вирусы, malware tech в Твиттере очень советует на него подписаться, он сказал, что типа, понимаете, adware, ну типа рекламный, рекламный софт, это malware, у которой есть юротдел. Хорошая история, кстати, да. Ну просто, представь себе, ты корпоративщик, да, и тебя заставляют внутри своей компании ставить экстеншен в браузере, который делает хуй знает чё, но тебе говорят, что он просто меняет поисковую строку на Bing. Ну то есть, как бы поисковую строку, зачем? Ну то есть, как бы, камон. А ты знаешь, как любят говорить испанцы? Ну. Эй, Амиго. Отсылочки, отсылочки, да. Окей, бумер сейчас, должен прокручать. Мы напоминаем вам, что Амиго это браузер от Mail.ru, который почел в Возе. Вот. И какой-то там ещё один браузер был от Mail.ru, я забыл какой, который, насколько помню, тоже не хватает звёзд. Ещё там есть какой-то мессенджер, который похож на Телеграм, который тоже, как бы... А, я помню, да, помните, Там-Там. А, то-то-то. Это, конечно же, игра. Там-Тамонов. Я там создал канал за строкаст, по-моему, тогда ещё, когда... Ну, блин, вообще, если честно, конечно, у Там-Тама грустная судьба, знаете, весь твой пиар о Там-Таме был какой? Типа, блокирует Телеграм, давайте купим рекламу у ведомостей, коммерсанта и так далее, чтобы они сделали свои каналы там, а потом будем говорить, что нет, и вот их запомнили как оправдывающимся за это всё. Знаешь, очень забавно вот так вот смотреть с точки зрения нашего подкаста. Я помню, как мы это обсуждали два года назад, когда блокировали там вот этот Телеграм условный. Что поменялось? Ну, формально его всё ещё блокируют. Ну, формально его блокируют, но ты же понимаешь, да, там. Да. Такие... Блокируют. Короче, пацаны, в общем-то, если вы вдруг пользуетесь Office 365 Pro Plus, если вдруг вы сидите с рабочим компьютером напоминаю вам, что на рабочем компьютере никогда лучше ничего личного вообще не делать. Вот. Я могу сказать, что вот меня, например, эту задачу прекрасно решает iPad Pro, который вот я с собой таскаю. Я вот просто использую его как личный терминал. И если нужно что-то перекинуть, знаете, там, типа какой-то рабочий файл, там, условно, в Телегу, там, или ещё куда-нибудь, типа на рабочий комп, я просто ставлю там iPad и по AirDrop на рабочий MacBook себе просто перекину. И, как бы, вот это оптимальный вариант, когда вы с собой приносите такой маленький мини-комплюктер, да, на котором как раз-таки ваши личные вещи есть. И всё рабочее на рабочем компе. Но самое главное, что если вы админы, вы нас слушаете, и для вас это реально стало новостью, потому что Microsoft очень плохо эту новость телеграфирует, и, ну, вы там, я не знаю, не мега-двопс какой-нибудь, а, ну, сисоп или банальный никейщик, мало ли, нас разные люди слушают. Запомните, что это говно можно блокировать с помощью групповой политики. То есть, если вы хотите они в корпоративе, причём групповые политики внутри домена. То есть, если вы это сделаете, у вас эта проблема уйдёт на самом деле. Это важный совет. Слушайте, а говоря про пример обратный, вот мы сейчас говорим, как компания, которая делала хорошо, внезапно всем сделала плохо, а у нас в игровой индустрии неожиданно на неделе произошёл обратный пример, когда компания, которая делала всем плохо, неожиданно взяла, сделала хорошо. Что за история? Была такая офигенная, на мой взгляд, дьяволу игра, она называлась Torchway. Я играл. У неё вышло. У неё вышло в плечи. Torchlight. Да я просто, просто дунул сладко, что ты начнешь-то. Начал-то. В общем, Torchlight 1, 2 были замечательными, на мой взгляд, играми в стиле Diablo с кучей интересных механик. Мы вторую часть с огромным удовольствием прошли в колопись с женой. И они начали в определённый момент, ушли от этого жанра, сделали игру, которая назвала, словом, Hop, она так называлась. Она провалилась, студия, которая делала Torchlight, закрылась, разбежалась. И через какое-то время она пересобралась под корейскими издателями Perfect World и начала делать онлайновую, сервисную RPG Torchlight Frontiers, которую ненавидели все фанаты. Почему? Потому что она была только онлайновой, фри-ту-плейной, естественно, там весь этот багаж-баланс корейский гринт. И они её пилили, пилили, пилили. И когда-то, вот, недавно провели закрытый альфа-тест, после которого на неделе выходит большой пост от руководителя разработки, который говорит следующее. Мы почитали ваш фидбэк на тему Torchlight Frontiers, поболтали со своим издателем. Теперь игра называется Torchlight 3. То есть, просто так, да? Да, она выйдет сделать другую игру. Она выйдет на ПК и консолях. На консолях выйдет попозже, потому что мы сначала будем переделывать под ПК. Выйдет она не в собственном лончере Perfect World, а в Steam, как положено. Ну, естественно, в других каких-то магазинах потом. У неё будет абсолютно другая бизнес-модель. Это теперь премиум тайтл. Там будет офлайн-режим, там будет всё, что вы любите. Мы полностью переделываем одиночную кампанию, меняем баланс, убираем всю ту херню, за которую вы нас типа херососили все эти годы. Вот так вот. И ты знаешь, я думаю, с чем это связано? С тем, что Perfect World издавали прошлой осенью, и мы играли в эту игру на стриме Remnants from the Ashes. Так. И она тоже была такой достаточно классической сингловой игрой, по большому счёту. Но она была рассчитана всё-таки на кооп, скажем. Да, но тем не менее, она была премиум тайтл. Не можно было играть одному, но это было тяжело. И она внезапно очень хорошо зашла. Она реально взлетела, она хорошо продалась. И сейчас она, в общем-то, в топах стима висит периодически. Я думаю, они посмотрели на вот успех Remnants, они посмотрели на фидбэк от Torch White и решили, что да ну нахер, переиграем это в классическую игру. Почему нет? Ну, это самый плохой пример. Что обычно компании идут и превращают свои игры в починку. Вот. Или же берут и начинают делать какие-то совершенно ультра-одовейшие вещи со своими новыми проектами и говорят, так типа, а давайте сделаем Metal Gear Survivor и все такие, нет, не надо, пожалуйста. Вообще все. Типа, знаете, как говорится, никто, абсолютно никто. Не однаживает душа. И все такие, нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо, не надо. И вот смотрите, демка, нет, говно, не надо, пожалуйста. Смотрите, альфа, нет, пожалуйста, бета, да пиздец. Такие, бля, пацаны, вы че, держите релиз. Все такие. Ну окей, да. Окей, как бы, войдя Konami такая. Ну как так-то? В неожиданность. Почему, почему игру ты не купили? Почему, почему даже на скидках 10 долларов на второй неделе. Ну там же, там же, там же, там же, нет, снег, снег, да, там снег. Самое интересное, почему вы должны, да, ждать Торч Уайт, если вы никогда про эту серию не слышали. Особенность Торч Уайта, помимо того, что он выйдет, очевидно, раньше новой Диаблы. Какое смешное слово Торч Уайт. Ну, что с чем плохое слово? Просто, просто, просто ты не Торч, а думал сладко. Вот именно, ты такой слушаешь, и просто, блядь. История вся в том, что ее делают больше рабочеки. Блядь, а Тимур с тех людей, которые когда в РПГ факел подбирать кихикой над словом Торча. И не один Тимур, я теперь не могу спокойно на факела в Майнкрафте смотреть. По той же причине. Так вот, история вся в том, что Торч Уайт делают бывшие разработчики Диабл 2, включая композитора, основного геймдизайнера и художников. И поэтому, она и во второй части очень многие вещи с Диаблой хорошо развивала и переделывала. А в третьей части, судя по тем спискам изменений, что они обещают, мне кажется, если у вас есть непереносимость к сервисным играм, а Диабл 4 будет сервисной игрой. Это уже известно и подтверждено. Наблюдайте за разработкой Торч Уайт 3. Это игра, которую стоит ждать, если вы фанаты РПГ. Я могу сказать, что еще один Диаблойд, сука, слово-то какое-то отвратительное. Отвратительное. Диаблой. Диаблоклон еще один. Нахуй не нужен. Я не собираюсь, честно сказать, не выиграть. Мне больше понравилась вот та история, которую Макс в прошлом подкасте Волсом. Да, Волчин. Волсом. Он офигенный абсолютно. То есть, она когда-то выглядит нормально. А Торч Лайт, ну, не знаю. Мне всегда казалось, что это игра, которая местна на Свиче. Да она, я уверен, там выйдет. Просто у меня сомнений. Второй Торч Лайт есть на Свиче, и можно в него поиграть, если вам хочется. То есть, это такая переносная Диаблла. Хотя и Диаблла тоже есть на Свиче. Ну, мне вторая побольше, вторая тройка нравится. Слушайте, тут интересная история. Детектив Недели. Детектив Недели, да. Если вы помните, во времена, когда Дедстрендинг должен был вот-вот выходить, Кодзима все постил. Фоточки в свой твиттер со всякими фотографиями и прочее. И он один раз запостил историю, что благодарит режиссера фильму Хардкор Найтшуллера за какой-то предоставленный какой-то череп. Ему череп подарили какой-то, который разбился и он его склеил. И тут выяснилось, что тут же написал представитель некой компании 110 Industries, что череп предоставили они, потому что разослали черепа замечательным всем любимым геймдизайнерам и прочее. Это подтвердил Антон Логинов. И, в принципе, то есть, режиссер здесь был ни при чем. Тут на сайте, который называется Up to Top, то есть, типа, он ориентирован на игровую индустрию, вышло прям целое интернет-расследование о том, кто это такие эти 110 Industries. И, собственно, каким образом они вообще, в принципе, связаны с игровой индустрией, причем здесь Кодзима, причем здесь остальные деятели индустрии, зачем они рассылали черепа и так далее, и тому подобное. Это огромный лонгрид, который я читал просто запоем, серьезно. Заливаясь смехом, корее. Короче, не скрывай. Можешь аккуратно подойти? Давай, Макс, рассказывай. Ну, в смысле, Макс, рассказывай. Короче, ты у нас главный специалист. Что, 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 изначально эта вся история, она давно уже поднималась в геймдев-тусовке и эмульсировалась, что вылезли какие-то непонятные чуваки с какими-то непонятными заявлениями, абсолютно нереалистичными подсчетами по рынку. И все это жутко напоминало какой-то адский скам. И так оно, в общем-то, если не оказалось, то, по крайней мере, чуваки пришли из инвестиционной банковой сферы и такие, ща мы покажем вам, как делать видеоигры. Так. Но если очень коротко суммировать статью, они не понимают, как делать видеоигры. Это первый момент. Второй момент. Теперь понятно, например, откуда у Антона все эти инсайды, поскольку я так понял, что он знаком с этим чуваком, который предоставляет это 110 Industries. А собственно, сам этот чувак, он писал в своем фейсбуке, что вот в сторону инвестирования в видеоигры его направила тетка, которая основатель студии, которая сейчас сделает Hellblade. А, Ninja Theory. Поэтому все эти истории про то, что выйдет Hellblade 0 и прочие, помните инсайды, которые были все обсуждали. В принципе, они могут оказаться правдивы. Ну так-то. А по поводу вот этого 110 Industries, у меня вообще сложилось впечатление из этой статьи, что чуваки тупо собирают от инвесторов деньги, вкладывают их в какие-то видеоигры, которые проваливаются и спустя три года они распускают эту компанию и создают новую. У меня сложилось такое впечатление из статьи. Ну, примерно так и есть. То есть, там покопали портфолио этих чуваков, что они достигли. В общем, если вам интересно, как, почему игровая индустрия в России, скажем так, буксует, особенно в сфере ААА, почитайте, серьезно. Причем, не факт, что это какой-то обман. Или есть вариант, что просто чуваки, то, что они рассылают инвесторам, это не совсем адекватные кейсы, скажем так. Потому что там неправильно подсчитана прибыль, неправильно указано, что конкретно делала эта компания, а там в их якобы презентации, которые они рассылают инвесторам, указано, что они имели, пишут нам хорошую шутку, что это 108 индустрии, 109 индустрии, теперь 110 индустрии. Все так и есть. Скоро будет 111, да. То есть, как бы, рассылают они презентацию инвесторам и говорят о том, что они имели отношение Hellblade, ну, это ладно, легко поверить. Kidman 2, это уже с трудом. Secker и Shadow Die Twice, это уже такой, думаешь, Может, они организовали фендинг от кого-нибудь, там, кому-нибудь, как-нибудь. Якобы артефакт они сделали на собственные деньги, а потом продали её Valve, чтобы они её доделывали, потому что испугались конкуренции со стороны Гвента от CD Projekt Red. Ну, то есть, ты смотришь на всю эту историю, думаешь, ну, некоторые вопросы, скажем так, вызывают сомнения, но всё вместе вызывает огромный большой вопрос к тому, что они вообще в принципе собрались сделать. Напоминаю, что игровая индустрия, она не такая, как все остальные индустрии, в ней нет никогда чётких пониманий, кто что делал, потому что большая часть истории, она, ну, не то, что засекречена, она либо по TNDA записана, либо просто в прессу никаким образом не попадает. И, допустим, история о том, кто дал деньги там FromSoftware на создание Seeker Shadow в Die Twice, мы, наверное, вообще не узнаем никогда. Ну, то есть, как бы... Мы изначально первичный капитал, так точно. Да, вот. И, но здесь из самой презентации складывается впечатление, что люди просто не знают, как эти инвестирования работают, поскольку в некоторых моментах есть, скажем так, вопросики. Например, они считают, что 10% прибыли, то есть, 10% выручки платят с разработчиком, а это очень мало. Ну, что такое 10%? Это ничего просто. Ну, то есть, как бы ни один уважающийся разработчик на такие деньги не согласится. Это слишком маленькие деньги. Во-вторых, они считают, что игра для того, чтобы купиться, должна продаться миллионам копий. Миллион копий это дохуище просто. Ну, то есть, это очень много. Таргет, Таргет. Там говорится, там говорится, 10... Это вопрос, я спрашиваю, типа, там 10% говорится, это премия финальная или же это вообще деньги, я боюсь пролюбаться в подкасте, поэтому я отсылаю вас к статье. Почитайте статью на UpToTope, там, если замечали, написано, в чем проблемы с этим инвестированием. То есть, если там говорится именно 10%, которые, допустим, являются премиальной частью разработчиков уже по выходу игры, которые сверху обеспечения бюджета на производство игры, то это звучит довольно реалистично, потому что я могу сказать, что сначала покрывается весь бюджет, а потом сверху распределяются деньги на все-все-все, включать его лицензирование, маркетинг. Хорошо, ты бы стал включать количество денег, вложенных на маркетинг в стоимость разработки, вот именно, в стоимость вообще всего проекта? Ты бы стал туда включать деньги на маркетинг? Естественно. А тот чувак не включил, вот что, сразу возникают вопросики, почему? Это роялти, это все роялти-разработчики. Все говорят о том, что как бы вот у тебя разработка видеоигры, например, ААА, она стоит, ну, примерно 100 миллионов долларов, ну, то есть представим себе, да? А маркетинг может составлять чуть ли не половину этой суммы, а может быть и больше, понимаешь? Ты 100 миллионов долларов потратил на разработку и ты 100 миллионов долларов потратил на маркетинг. Просто вот для того, чтобы играть залетел. Я говорил о том, что Battlefield 3 стоил, что-то, по-моему, 25 миллионов долларов. И на маркетинг они потратили, небось, еще 25, понимаешь? Короче, история вся в том, что я зачитаю небольшую выдержку из статьи, я думаю, на этом можно будет закончить, что мы попросили прокомментировать слайды профильного эксперта, автора Up2Top, который вложил более 10 миллионов в разработку своих проектов. С цифровых продаж удерживается не 30%, а 35. С ритейл удерживается не 50%, а тоже 35. Ну, то есть, вот сравнивая, 10% роялти разработчику, а речь шла именно о всем роялти. Это очень мало. Нет, и таких ошибок в их питчах инвестиционных тьма, поэтому в следующий раз, когда вы услышите про очередного Всеслава Чародея, на который собирают деньги, или очередную видеоигру, которую в Москве разрабатывают на Unreal Engine, про которую DTF писал целых два раза. А, еще RTX там. Да-да-да. Создатели этой игры до этого сделали. Мы не говорим, про какую игру мы говорим, но, возможно, она похожа на один там шок. Да. Какой-то шок, да. То, возможно, у вас возникнут вопросики, скажем так. Вот у инвесторов тоже должны вопросики возникнуть. И другие вопросики, которые возникают у инвесторов, на самом деле не у инвесторов, а у многих стримеров сейчас. Секунду. Зарк за местом 300 рублей. Давно не заходил. Здорово, пацаны. Здорово тебе, Сережа. Всем привет, Сережа. Короче, вопросики, которые возникают у очень многих сейчас. Год назад у нас был массовый исход стримеров на Mixer. Ну, не год назад. Он был в момент, когда Mixer заключил сделку с стримером Ninja. Напомню вам. Кстати, по слухам, он удали от 20 до 30 миллионов долларов, якобы. Да. От 20 до 30 миллионов долларов для того, чтобы он ушел, соответственно, эксклюзивно на Mixer. За ним дальше пошли еще несколько хай-профайл-миксеров, по-моему, Shroud и еще какой-то. Короче, их было несколько. Им тоже дали много денег. И мы тут наткнулись на пост довольно прикольный нашего знакомого Дениса Бейсовского, тоже, кстати, российского стримера. Довольно классный наш чувак. И вот он... Интересно, вы одна история, как я его как-то раз на граммире с Логаном перебутал? Что? Не рассказывай. Не рассказывай. Да я рассказывал, по-моему, 10 раз. Я его плечу похлопал, говорю, Антон приеду поворачиваться, смотрю, это не он, блядь. Денис крупный мужчина, и высокий, вот, поэтому, как бы, я бы, конечно, не стал бы перепутать, но, возможно, ты мог. У меня, между прочим, зрение минус 6, так что, так что, давай это... Очки тебе для чего? Не носил тогда! Ладно, хорошо. Я каюсь, да, это был давно. Ну, в общем, он пишет слезливый пост, который заключается в том, что он вместе на хайпе со всеми этими ребятами пошел на миксер заниматься, собственно, всей этой историей с их внутренней монетизацией, с... Какая-то штука-то называется у них там? Дропы, по-моему. Какие-то деньги, денежки вот эти, которые местные, они фармили там какую-то штуку. Блин, я забыл, короче, как она называется. Блин, кто-нибудь помнит, как называется штука, которую там они, типа, фармент? Я помню, но это еще битцы, а что там на миксере, хуй его знает. Короче, какую-то вот ебомину. Типа битцов, да, ну вот. Типа битцов. В общем-то, в чем прикол, что, конечно, довольно грустная история заключается в том, что все эти топовые стримеры, их аудитория в итоге ушла с миксера, потому что есть сам миксер неудобен. И даже учитывая, что эти топовые миксеры, ну, стримеры до сих пор столько мало людей, что они уже сопоставимы с, типа, там, крупными российскими стримерами. Да ну, подожди, здесь все равно очень большие цифры, то есть, как бы, 41 тысяча. подожди, подожди, послушай, короче, смысл в том, что за 14 дней тут замерили данные на Твиче и на миксере. И вот, короче, среднее количество одновременных зрителей на Твиче миллион триста двадцать тысяч, миллион триста двадцать тысяч, ну, то есть, почти полтора миллиона человек. Среднее количество одновременных зрителей на миксере сорок две тысячи. Ого! То есть, вы понимаете, что порядки, так скажем, да, сейчас эти видим, даже специально посчитаю. Просто непонятно, кого они мерили. Короче, в тридцать два раза меньше среднее количество одновременных зрителей на платформе вобще. Понимаешь? То есть, в тридцать два раза меньше. Вот. Или, например, пиковое количество зрителей в замеряемый период на миксере самое большое количество людей было шестьдесят две тысячи. То есть, шестьдесят две тысячи вообще всех людей, которые на платформе сейчас сидят, что-то смотрят. Подожди, на один стрим ниндзя приходит тысяч шестьдесят человек. Остальные две тысячи по-стальным размазаны. Так ты хочешь сказать? Так и происходит, мне кажется. Я думал, короче, в Твиче в этот же момент, в этот же период, самое большое количество конкурин, то есть, одновременных зрителей по всем стримам было два с половиной миллиона, два миллиона четыреста и двенадцать тысяч. Ну, то есть, шестьдесят две тысячи и два миллиона четыреста и двенадцать тысяч. Тебе правильно пишешь, что вообще несопоставимые даже. Эти сорок две тысячи человек пришли смотреть ниндзя, шрауды, еще кого-то остальные хуй забили и остались на Твиче. Все правильно. Мне кажется, так и работает. Да, но самое главное, что там же есть стримеры. Они сидят, они там есть. Просто их никто не смотрит. Люди просто не приходят. То есть, ты хочешь сказать, что для того, чтобы победить Твич, Майкрософту надо купить вообще нахуй всех стримеров. И тогда их тоже никто не будет смотреть. Или Майкрософту нужно купить Твич у Амазона. Я думаю, они никогда в жизни на это не пойдут. Надо просто смс-ку Безосу отправить правильную. Да, да. Заходит Безос такой, типа, свой айфон, а он там бизок. Смешнявку скидывает ему, понимаешь? Продать Твич да или да? Ну там, да или конечно. Ну, короче, так или иначе, к сожалению, на данный момент очень грустные показатели, конечно, у Твича. Не Твича, а у миксера, короче, по сравнению с Твичом. Вот. И даже вот эти супертоповые стримеры не помогают. Небольшие, средние стримеры, которые пришли туда за этими большими, так и не смогли туда перетащить свою аудиторию. Многие из них вернулись в итоге обратно на Твич. И, к сожалению, конечно, ну, это грустные результаты, но ничего не поделать. Прямо сейчас, что у Ниндзя 10к зрителей. Я могу сказать, что я тут недавно листал Твич, какой-то там канал, ну, типа, знаешь, каталог пролистываешь, и там какой-то русский стример включает русские песни и ничего не делает. Ну, то есть, просто в него песни играют. У него там что-то 11 тысяч человек сидит, слушай. Ну, собственно, да, так оно и работает, но слушай, ну, камон, а тот не знает. То есть, Ниндз примерно сопоставим, вот сейчас, по количеству народа, которые вы слышали. Слушай, говоря, кстати, про количество народу и вот эти все стримерские замутки, есть такой очень популярный как раз русскоязычный блогер, который, ну, он очень известен, вы его можете не знать, он может, не вне вашего круга общения, а похититель аромата, впервые слышу про него. Это очень своеобразный чувак, он занимается обзорами моды, он занимается... давай правильно, как бы его представим. Давай, вот представь его правильно, потому что мне сложно это описать, серьезно. Это чувак из Киева, который занимается тем, что в свое время выстроил свой YouTube канал, довольно маленький, ну, на тот момент он был очень маленький, выстроил на том, что делал обзор духов. вот, и рассказывал, типа, что вот там аромат, какой-то такой-то, а он вот такой. Ну, сейчас, короче, объясним, но ты можешь набрать похититель ароматом, не хочу, спасибо, он реально своеобразный чувак, но он очень харизматичный, реально. В чем прикол, что в определенный момент он получил взрывную популярность после того, как начал делать обзоры на различные мероприятия, на костюмы звезд, вот, ну, то есть, кто пришли, то есть, это такой мерзкий, на Грэмми, я так понимаю, да, короче, и, понимаешь, и вот он, знаешь, берет там, типа, рассказывает, как там Шер приходит, потом в костюме, он говорит, ну, отвал пизды, блядь, что ты тут нацепил, шалава ебаная, понимаешь, ты такой просто сидишь, блядь, он реально на всем этим угорает, очень жестко, а потом, короче, он пошел, вообще еще круче, дальше пошел, всю эту тему, что он начал придумать себе персонажей, и самым его удачным персонажем стал Шура Стоун, продавщица из пятерочки, как это происходило, ну, типа, мы придумаем персонажа, что она делала, ну, представь себе Шерон Стоун, да, только это трансвестит из пятерочки, вот на это можно, фантазия, но я не могу себе представить, видимо, врача, в общем, на самом деле, у него угарные очень местами видосы были, он начал все это прощать в стримы, и на стримах у него совсем был пиздец, короче, он начал включать, чат-рулет, блядь, зачем, будучи, будучи, соответственно, типа, в образе Шуры Стоун, вот с этим, с огромными, с огромными сиськами, плюшевыми, я не шучу, плюшевые сиськи, понимаешь, и, короче, там проваливают чуваки, и он с ними такой, типа, hello, what you doing? Can I suck your dick, please? Now? Мужик бородатый, с намазанными губами, с зелеными глазами, короче, с плюшевыми сиськами, и, ну, у него там просто полный пиздец, значит, происходит, короче, и его якобы YouTube предупреждал, что выкладывать видосы с чат-рулетом нельзя, вот, но он, естественно, наплевал и продолжал, короче, все это дело выкладывать, вот, и, как бы, ему в итоге сначала пролетали предупреждения, потом его просто канал взяли, удалили, вот, при том, что там было уже до хрена, там, несколько сотен тысяч подписчиков, насколько помню, вот, и у него прям очень популярны были видосы, у него стал, у него есть второй канал, на котором он как раз об этом рассказал, и, в общем-то, тут опять же возникает вопрос о том, что довольно прикольных часто чуваков, пусть и необычных, с каким-то контентом, который, в общем-то, никому не мешает жить, и он уникальный совершенно, причем, да, у них с довольно прикольным, да, прикольным, как бы, уникальным контентом, как бы, ну, никому реально это не мешает жить, как бы, совершенно спокойно, берут и удаляют, почему? Ну, он нарушил правила, нет, ну, то есть, правила чего? Правила Ютуба. понимаешь, вот с этим связана интересная история, во-первых, я закончу эту историю, что похитюша сейчас говорит, что он видит новой площадкой Twitch, поэтому я, собственно, это белыми нитками привязал к нашей теме, потому что Twitch более толерантен к таким вещам, а второе, YouTube никогда не объясняет, какого хера он творит, и на эту тему, на самом деле, полгода назад писал большой видос Джон Троун, где он показательно сидел с квасиком, который изображал виски рядом с камином, такой, из серии, теперь я вам расскажу охуительную историю, как, блядь, YouTube меня заебал, таким спокойным голосом это рассказывает, потому что невозможно понять гайдлайны YouTube, я сам с этим столкнулся, объяснил. ты говоришь про YouTube, а я тебе могу сказать, что про Twitch, то же самое. Да хер с ним с твичом, но ты смотри, я снял, я тебе объясню, я снял видос на концерте, очень давно, два года назад, на свою беззеркалку, где татарстанский оркестр, очень красиво, исполнял реквием Моцарта, и выложил это для себя на YouTube, чтобы просто это видео там лежало, я сегодня захожу, посмотреть, как там статистика, моих нейросетевых видосов, и что ты думаешь, мне на этот видос, прилетает, сука, копирайт-клейм. От кого? От Бетховена? Вот да! То есть, сука, это татарский оркестр в Казани, играет Моцарта, и на это прилетает копирайт-клейм. Это стопроцентно оригинальный контент, я даже записал его сам на свою камеру. Блин, ну, короче, я могу сказать, что вообще YouTube становится очень грустной платформой, я поэтому могу сказать, что я наблюдаю ситуации, когда, как ни странно, несмотря на то, что Twitter там, типа, многими считается платформой там очень специфическим, очень много людей начинают выкладывать видосы на Twitter, и там мемы уходят туда, мемы уходят в Instagram, закрытые, мемы уходят в мессенджеры, как бы всякие шуточные видео там, типа, шуточные видео сейчас в TikTok в основном. Да, но проблема в том, что TikTok тоже, типа, очень специфические гайдлайны, поэтому, если на тебя обращают внимание, тебя тут же удаляют. При этом, ты можешь постить TikTok про наркотики, про кладменов, как бы, про то, как меня вставило, там, с порошка, и, типа, знаешь, там, сделать сзади, там, изображение наркотиков, сзади себя, ты сидишь такой, окей, и вас почему-то не банят, но стоит там что-нибудь упомянуть, там, типа, знаешь, там, про расовые или, там, гендерные стереотипы, тебя тут же запахнет. Понимаешь? Ну, может быть, считается более, не знаю, я не знаю, гайдлайны какие, ну, то есть, ты читаешь, везде какие-то свои гайдлайны, и единственное место, где сейчас, в последнее время, практически, ну, как бы, очень мало где банят, почему, например, почти все, там, всякие, там, порно-актрисы, там, всякие хентай-мейкеры, там, и прочие, всякие такие чуваки, все идут в твиттер, смотреть, да, смотри, пизда, да, 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 макс, сейчас абсолютно прав, именно так, типа, хочешь парить, да, пизда, держи, серьезно, настолько, пизда на ладошку, держи, да, это, кстати, полн тоже запрещено, правило на твиттер, так, нет, блядь, чувак, я столько раз, видел, просто прям, ух, вынимаешь, ну, прям, пиздец, типа, просто отвал, хитюша найдет себе нормальное новое место, где он сможет нормально что-то постить, я считаю, что чувак, который делал этот взор на духи, ну, то есть, ладно, хорошо, это, начинал он с этого, единственный в мире фунфурхе должен быть только один из дырки, блядь, вот когда его удалят, я пойду с вилами, блядь, на ютуб, блядь, блядь, господи, так, ну, смотрите, пацаны, мы тут хотели поговорить про гендерные стереотипы и про неравенство, боже мой, мы тоже в это скатились к этому, да? давай, вот, и тут, короче, очень интересный момент, тут группа ученых, хуй моченый, хаааа, сделала короче исследование книг, которые опубликовали на английском языке, художественной и нонфикшн, с 1900 по 2008 год, мы, кстати, это взяли из аккаунта в твиттере видимо-невидимо, вот, а данные, а исследования, было короче ученый из университета Копенгагена, вот, так вот, какие были самые популярные славы, эпитеты, чтобы позитивно или негативно описывать мужчин или женщин в произведениях, например, женщина, позитив, красивая, милая, целомудренная, великолепная, плодовитая, прекрасная, сексуальная, шикарная, утонченная, жизнерадостная, яркая. Почему плодовитая это позитив, интересно? Ну, подожди-ка, плодовитая женщина способна потом стыдать. Представляешь, представляешь, что ты приходишь к девушке, ты такая плодовитая. Да, потому что за ней пять прицепов. Как она это воспримет, как позитив или как негатив? Не, она скажу, мужчина, отъебитесь, я кормлю ребенка. Ну, ты представляешь, как бы, на самом деле, что во всех вот этих вот топе позитивных аппетитов относительно женщины нет ни одного слова о том, быстро и качественно она написала диссертацию кандидатскую. А, в этом, то есть, понятно. насколько хорошо она работает в качестве программировки. Хорошо, негатив какой? Негатив. Измученная, больная, бесплодная, сварливая, скрытная, убитая горем, не замужняя. При чем здесь? Незамужняя? Незамужняя, это негатив, да? Да. Неудовлетворенная, слишком худая. Заметит мне то, что жирная. Слышь, вот это я бы считаю победой для бодипозитива. Короче, безропотная, придирчивая. Понимаешь? Понятно, мужиков, чего? Мужиков, позитив, справедливый, крепкий, крепкий хозяйственник. Или кто-то еще крепкая. Праведный, рациональный, миролюбивый, удивительный, храбрый, важный, надежный, безгрешный, почтенный. Важный. Здесь нет ни одного слова, например, на тему того, что какой мужчина шикарный, милый, красивый, плодовитый, конченый, жизнерадостный, яркий. Это все в негатив. диссертацию, диссертацию, Возьми, да, продюсердацию. Да, кстати, опять про диссертацию, что-то нету. И дальше, что у нас из негатива про мужчин, негодный, ненадежный, непокорный, прилипчивый, жестокий, ленивый, безоружный, оскорбленный, безоружный, это негатив? То есть у нас из негатива должны быть приоры и АК-47, да, блядь, багажник. Подожди-ка, женщина незамужняя, а мужчина безоружная. Безоружный, понятно. Понимаешь, все, негатив скатились, короче, нечестный, безжалостный. То есть ты понимаешь, как бы, что у женщины какие стереотипы, что ты должна быть. Там в чате пишешь, что может у него просто сабля не стоит. То есть это эфемизм, знаешь, Антонио к слову крепкий. Но крепкий, но безоружный. Безоружный. Короче, слушай, а если складывать эти слова через ноту, получается смешно. Справедливый, но негодный. Крепкий, но ненадежный. Праведный, но непокорный. Да, 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 да. Короче, доцентка Изабель Аугенштейн из университета Копенгагена сказала, мы четко видим, что описания женщин имеют гораздо большее отношение к внешности, чем слова мужчин. Таким образом, мы смогли подтвердить широко распространенное расприятие на статистическом уровне. Это все к тому, что мы отлично знаем, на самом деле, что в 20 веке к женщинам все еще относились как к украшениям семьи, к украшению вечера, или, как бы, когда она становится сварливой, то не украшение, сами понимаете. А мужик всегда опору семьи, вот это все. И на самом деле, здесь негативные стереотипы, они, я могу сказать честно, что, лично я так считаю, по крайней мере, что негативные стереотипы развивались в сторону обоих полов. Ну, то есть, в сторону женщины это было обязательно требование того, чтобы ты была там красивая, вечно там, яркая, умная, классная, такая, все из себя, короче, и ни одного вот этого недостатка в твоем поведении или там, условно, чтобы ты на вечеринке вдруг что-то там спизнуло не то, короче, вот ни в коем случае, понимаете. А мужику, соответственно, никакой слабости, не только попробую, блин, деньги перестать зарабатывать, как бы, или там, заняться какой-то не той профессией, короче, или вдруг внезапно там, как-то проявить какую-то вот там слабину, типа, вот физическую. Все, пиздец, не мужик. Так. Понимаете, и вот эти гендерные стереотипы, они на самом деле влияют и очень сильно, конечно, заставляют людей им соответствовать и часто из-за этого там случаются депрессии, какие-то там сложности в жизни, как бы, из-за того, что человек понимает, что вот он не соответствует этому образом. И все, и пизда. Это мне... Да, пизда. Вспоминается замечательный скетч Монти Пайтона про лесорубу. Помните его? Нет, нет. Когда, значит, такой номер начинается, как типичный мюзикл 70-х, «Я статный канадский лесоруб, и я сейчас со своей дамой рядом со мной пойду рубить лес». И он там начинает печь, что-то типа, «Я лесоруб, и мне пиздато, вокруг всегда все богато». И он так поет «Куплета-2», потом «Я наряжаюсь женскую одежду и иду в бар на высоких каблуках». И за ним постоянно повторяет хор его куплета, и он такой... И хора говорит, «Я наряжаюсь женскую одежду и иду в бар на каблуках». То есть, ну как бы есть что-то из этого. Слушайте, ну пацаны, ну раз уж мы начали о вообще всех историях с сексизмами, которые были в литературе, давайте все-таки поговорим о том, как с ними бороться. как правильно с ними бороться. Как это делают крупные корпорации. Крупные гетеросексуальные, ну мы надеемся, мужчины белой, скажем так, внешности. Далеко за 50, да. Короче, чтобы вы понимали, в определенных крупных корпорациях, знаете, типа, например, в Гугле, там, везде, берут, устраивают квоты всякие, там, типа, нельзя вот там, чтобы было слишком мало женщин, чтобы было слишком мало, там, типа, черных, например, нужно, чтобы было 30% там, типа, или там, 80% типа, у кого. Те говорят, ну, там, например, черных в нашей, там, стране, 15% нет, их должно быть в нашей, в нашей компании должно быть 50%. Почему? Потому. И все, и тут неожиданно в Барнауле кончились все африканские студенты, потому что там открылся офис гугла. Да, 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 короче, дальше, пацаны, самый главный момент, дело в том, что компания Goldman, это вообще очень-очень известная финансовая компания, если вы не знаете, Goldman Sachs, это вообще инвестиции, в общем-то, это вообще, ну, Goldman Sachs, это вообще, типа, банк, с которым, а-ля, ВТБ, только американский, с ним, например, заключила контракт Apple для Apple Card, вот, напомню вам, в США, как раз-таки, вот, короче, компания Goldman, ну, соответственно, Goldman Sachs Group Incorporated ввели новое правило, это правило заключается в том, что они хотят, чтобы все те компании, которые приходят к ним, делать размещение для IPO, то есть, это, типа, первичное размещение бумаги, ну, то есть, ценность бумаги, да, короче, смысл в том, что они будут отказывать компаниям в размещениях тем, у которых все директора это белые негомосексуальные мужчины, понимаете, и, соответственно, они таким образом будут говорить, что, ну, если в компании только один, среди детеров только белые гетеросексуальные мужчины, то они, соответственно, не обращают внимания на diversity. Ну, хорошо, предположим, с цветом кожи мы определились, да, то есть, надо по-разному там менять, набрать себе азиатов в штат, набрать себе афроамериканцев, набрать себе там каких-нибудь, я не знаю, мексиканцев там и так далее, латиносов, но что делать с сексуальными предпочтениями? Ну, то есть, как бы, говорят, Майкл, надо, Майкл такой, ну, я же, совет постановил, что надо, он такой, ну, ладно. Так, ну, тут, вот, правильно еще нам тут говорят о том, что, знаете, типа, я, конечно, стрейд, но IPO есть. А, 20 максов, 20 максов. 20 максов. чтобы вы понимали, тут еще довольно интересный момент, например, в статье у Лумбергов пишет, хорошо, потому что оказывается, ну, Goldman Sachs, на самом деле, не первый. Ага, то есть, есть компании, например, типа, BlackRock Incorporated и State Street Global Advisors, которые, например, в данный момент, когда к ним тоже приходят за инвестициями или для финансовых услуг, они голосуют против директоров в компаниях, в которых, например, нету ни одного директора женщины. Слушай, это же странно, представь себе, компания, да, она там достаточно крупная, она там как-то развивается, развивается, вот, настало время выйти на IPO, вот, настало время, да, и ты такой вот выходишь, а у тебя нету таких директоров, ну, нету, ну, ничего с этим не сделаешь, что ты будешь делал? позицию директора по маркетинговому коммуникации. Назначаешь, понимаешь, туда свою сестру, да, или жену, или жену, или то и другое, если компания в Алабаме. Ну, на самом деле, нет, так нельзя, кстати, жены нельзя нанять, потому что, но сестру, то можно, даже нельзя, конфликт интересов, короче, поэтому, однонеть, двоюродную сестру, это должно быть, с его большего одноклассника, типа того. Бабу Нюра пишешь, да, Бабу Нюра директор по клинингу, пожалуйста, да. Да, 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 да. Чтобы вы понимали, например, короче, тут говорят о том, что еще в Калифорнии любая публичная компания, ну, то есть компания, которая размещает свои ценные бумаги, если у нее в Совете директоров в Калифорнии есть только мужики, то ей грозит страф 100 тысяч долларов. Слушай, а вот мне интересный вопрос, смотри, а вот это же, это же не слепое следование каким-то там, какой-то повесточки. Мне кажется, есть какое-то обоснование с точки зрения конкретно бабок. Ну, то есть условно, если брать там кучу компаний, которые там на IPO выходят, то, наверное, более эффективны те компании, в которых более разнообразный состав директоров. То есть, может быть, в этом смысл, а не в том, что типа вот все будем запрещать, потому что белых нету, слишком много белых и слишком много гетеросексуальных мужиков. То есть, может быть, когда у тебя разнообразие какое-то изначально было, то компания более успешная. Я просто напомню, что основная база фарминга для вот этих всех IT-компаний Кремниевой долины это израильская долина, где тоже развиваются технологии. Израиль стартапов каждый год продает просто до пизды. Они все продаются в Кремниевую долину, еще куда-нибудь. Компания, которая делала Face ID, она израильская, в конце концов. PrimeSense. То есть, из крупных таких, да? Там, на самом деле, их очень много. Макс... Да, я знаю, я просто говорю, что вы должны понимать, что обычно это два мужика еврея, белых, естественно, потому что они евреи, которые познакомились где-нибудь в Цахале, основали компанию, развили ее, а потом, ну, нахер это IPO, да, ну, нахер, продаются кому-нибудь и уходят все спокойно курить бамбук. Ну, это не совсем так происходит. Я могу сказать, что большая часть крупных компаний, в том числе, например, я знаю, что очень много маркетинговых платформ и маркетинговых сервисов, например, там, типа, смотришь, у них такой супер-глобал, там, история на сайте, вот это все, а потом смотришь, там, контакты, говорят, Малая Арнаутская улица, да. И там, Нью-Йорк, Сан-Франциск, Лондон, там, типа, Швейцария, вот это все, и там, ты любишь. Так и что? И там смотришь, типа, там, типа, команда, знаешь, там, типа, СТО какой-нибудь, там, Иван Крушинов, смотришь, там, типа, СМО, там, какой-нибудь Дэвид Рассел, короче, СЕО, там, СОО, короче, знаешь, там, какой-нибудь, Ари Ашмаловец, короче, там, и так далее. И ты такой просто, ну, понятно, все, короче. Ну, это, знаешь, это такая компания крупнейшая, которая занимается, я просто читаю их по поводу хобби, да, которая занимается аналитикой в области сенсоров для изображения, да, имидж-сенсоров. Вот. Итикори. Вот. У нее, у нее, у нее штаб-квартира в Тель-Авиве, о, пардон, в Верховоте, а в СЕО там некто Владимир Койфман такой. Пишут, можно было писать, как нежелание платить декретные. Не имеет, как бы, какая разница. Это внутренние дела компании платить, там, декретные или не платить. А вот вопрос выхода на IPO, ну, то есть, как бы, банк диктует компании, какие директора у нее должны быть, чтобы выйти на IPO через них. Или иди в другой банк, у которого нет таких условий. Но, я так понимаю, раз Голдман так делает, то и все остальные банки в США наверняка тоже так будут делать, потому что они обычно друг у друга перенимают все эти традиции. Ну, в итоге, мы же все понимаем, что это все приведет к тому, что будет огромное количество фиктивных должностей. Фиктивных директоров, да. Фиктивных директоров, ну, то есть, проблема будет решаться по мере ее поступления просто-напросто, и все. И это же, опять же, тупо, потому что в реальности как бы проблема, ну, она может быть существует. Ну, я могу сказать, что гендерные проблемы, естественно, существуют. Нам в России, опять же, мы поднимаем эту тему уже в сто-сотый раз, максимум, кстати, о том, что нам в России сложно все это понять, потому что у нас в России такого гендерного неравноправия нету. У нас тут директора заводов, там, типа, губернаторши, там, всякие главы советов, как бы это женщины, а у них такого нету. Абсолютно любую компанию возьми, то есть, у большинства компаний глава HR-а женщины. Да, кроме HR, я тебе могу сказать, что главный бухгалтер почти всегда женщина. Ты берешь часто там, директора по маркетингу это тоже очень часто женщина, несмотря на то, что я директор. PR это женщина почти всегда. PR это тоже часто женщина, как бы, и я могу сказать, что вообще в России большое количество очень часто руководящих, ну, в России вообще лидирующую позицию в мире занимает по проценту руководящих женщин, да, руководящих женщин, потому что в России, по-моему, на первом месте она была в последнем исследовании. Там было среди государственных и негосударственных компаний, короче, то есть реально Россия на первом месте. Поэтому нам, когда мы здесь сидим такие, знаете, классные, с победившим феминизмом в России, нам сложно это понять, да. Нам реально сложно понять их вот эти все моменты, когда тебе реально просто за то, что ты женщина, ты просто не делаешь. Галя, неси ключ! То есть ты типа, ты все делаешь круто, у тебя суперрезультаты, а тебя просто посылают нахуй. И как бы, то есть ты круче делаешь, чем вот эти все чуваки, у тебя там суперрезультаты. А тебе говорят, ты не вписываешься в наш коллектив. Да, она так и спрашивает. Не потянешь команду, понимаешь? Да? У нас командный дух. Она спрашивает такая, да, а я отвечу, пизда! Ну, это вот примерно так это работает. Я могу сказать, что, к сожалению, вот в США эта история, она действительно такая. Я просто разговаривал, у меня, поскольку, много знакомых там есть из США и Европы, и взрослых, и невзрослых. Я разговаривал там со шведами, с немцами, с французами, с австралийцами, с чуваками из США. Многие мне рассказывали совершенно адские истории, когда там, типа, просто женщин, как бы, в отделе, когда вот они там тоже работали, там просто бортовали, просто то, что женщины. Типа, вот ты не пишешься в коллектив. Ты не сможешь, ты не потащишь. Вот тут мужики, как ты им что-то скажешь, они же ничего не будут делать, если ты им что-то скажешь. Я сразу вспоминаю, как в России просто женщины, пошел, блядь, нахуй. Ты чего, блядь? 350 рублей Тимуру на день рождения все сдаем быстро. Подсознательный страх перед Светланой Николаевной, классной руководительницей по математике, блядь, и подсознательный страх перед бабой Нюрой, которая спустила свою компьютер, швабры, повозюкать негде. Он есть в глубине русских мужчин, он где-то там спрятан. Понимаешь? Ну, опять же, я могу сказать, что, конечно, в России, ну, у нас и женщины, конечно, борзее. Да, это правда. Потому что вот таких вот борзых женщин, как в России, часто не берут на руководящие позиции в западных странах, потому что там очень важно соблюдать эту корпоративную этику. И как бы туда... То есть вот эти женщины, они учатся не быть борзыми, потому что иначе тебя могут выпиздить просто-напросто. А в России ты можешь быть на руководящей позиции и оставаться борзой. Спокойно вообще, короче. Я могу сказать, что я все время работал там в одной компании, у нас был директор по продажам, там мне просто палец в рот не клади. Там просто как бы... Она реально отпиздить могла. Вы понимаете? Ее реально боялись. Черенкова шабры, да? У нее было в штате шесть продажников мужиков, которые просто типа... Он сказал, ты что, блядь, не пришел вчера? Ты что? Я повстречу. Отчетно быстро. Телефон покажи свой. Кому ты там звонишь? Блядь, блядь, встреча. Да я... Телефон покажи. Я все удалил. Пиздишь ты, сука. Давай, быстро, блядь. Я тебя, сука, уволю сейчас, нахуй. Понимаете? И вот ты сидишь и понимаешь, что вот возможно, как бы в других странах как бы так вот не работает. Потому что тогда чувак бы сразу сказал, а вы знаете, меня начальник оскорбляет. Да-да-да. Давайте просто... Подаешь предписание там какое-нибудь, вот это все, начальнику приходят сверху, а тут к тебе никто не придет. Тебя просто выпиздят с работы, потому что начальница твоя сказала, что вот этому делу надо выпиздить. Понимаете? И все. Без вопросов. Нам тут в чате сделали картинку, и я хочу, чтобы вы на нее посмотрели. Вот так она выглядит. Вот так выглядит типичная IPO, пацаны. Да, я думаю, на этом можно, в принципе, переключаться. Слушайте, говоря про рынки, новостной наш такой блок можно закончить интересным таким буквально строчкой фактом, что оказывается Индия сейчас более большой в объеме устройств, именно они в стоимости, рынок мобильников, чем США. То есть теперь первое место по объему рынка. Это Индия? Китай. А, пардон, Китай, да. В российской компании, возглавляемой женщиной, никто не услышит твой крик. Короче, но при этом надо учитывать очень важный факт, когда вы будете его где-нибудь доставать и козырять им, что индийский рынок, несмотря на то, что он продает очень много устройств, в основном, это очень дешевые телефоны, уровень от Orvido выброс. И поэтому специально для Индии та же Xiaomi разрабатывает смартфоны, которые стоят там 90 долларов. Но при этом на первых местах напомню вам, что находятся компании Realme и Vivo, которые оба принадлежат компании BBK. И на данный момент Realme, Vivo и Oppo, насколько помню, сейчас топ-3 вообще. Они даже Samsung сместили, Samsung был, помню, на втором или третьем месте, Samsung с топ-3 ушел. А почему? Потому что они дешевые, видимо, да? Они дешевые, очень Samsung не способен с ними бороться, и плюс они вкладываются в маркетинг просто настолько сильно, что там, причем, ну, это же Индия, там пришли на селе и говорят, а какой телефон купить? Да вон как у Рандэша. А у Рандэша какой? Ну вот там Realme, короче. И вся деревня... Friendship ended with Samsung. Now Vivo is my best friend. Ну опять же, мы про какие смартфоны говорим? Мы говорим про самые дешевые андроиды, да, на которых только-только WhatsApp запускается и больше ничего не надо, да? Почему? Там можно запустить еще Инстаграм. И удаленный доступ к компьютеру в Лондоне, через который они работают, да? Так это? Да-да-да. Но так или иначе, конечно, сам факт, что Индия так быстро растет по количеству шипментов, потому что у них в 2019 году купили, ну, точнее, зашипили им, то есть, не факт, что их те раскупили, но то есть это близко к тому, что эти телефоны купили, там, 158 миллионов телефонов. Ну, знаешь, это вся история, ну, как бы, Индия, это же по населению гигантская страна, ну, то есть, как бы, понятно, почему они обогнали США. Количество людей, которые там способны купить, как бы, что-то очень маленькое по сравнению с США. Понимаешь? Вот. У нас, кстати, пишут всякие истории по поводу того, все еще про женщин, и пишут про Анастасию Ракову, и я вспомнил историю о том, как я был в бане с Анастасией Раковой, но когда-нибудь я вам что-то расскажу, но лучше не надо. Вот. Короче, пацаны, мы на самом деле заканчиваем наш блок. Подождите, кто-то что-то добавил еще про... Про что? Дима, это ты добавил? Нет. А что это вообще такое? Это? Сиротский блок. Вот, секундочку, можно, пожалуйста, ничего не трогать? Спасибо большое. Спасибо. А что, зачем? Почему? Вот так это будет. А, ну ладно, хорошо, короче. Пацаны, ну, в общем, мы заканчиваем наш блок новостной, и мы хотели вставить небольшой рекламный блок. Он, на самом деле, довольно прикольный, потому что компания, которую мы хотели вам рассказать, многие про нее знают, и она довольно философски подходит к своему продукции, причем с такой стороны, с которой я даже не ожидал. Я когда погрузился в этот вопрос, я прям даже был удивлен и подумал о том, насколько круто с точки зрения маркетинга ребята упаковывают свою идею. Вот. Я поэтому вот хотел реально подойти даже не с точки, не только с точки зрения продукта, но и с точки зрения именно маркетинга, как они вот именно позиционируют самих себя. Это, на самом деле, компания всемайки.ру. Многие их знают, потому что они одни из лидеров России по, в общем-то, печати различных продуктов. Ну, точно, начинали как майки, а дальше уже перешли там на все остальное, за счетом, всякие балахоны, сумки, там, футболки, именно сами майки и так далее. Это реально очень круто, ну, то есть, вы можете там что-то свое заказать, можете купить из того, что есть, но они очень классно себя позиционируют на данный момент с какой точки зрения, что вообще, как вы знаете, ну, там, в течение 20 века вообще одежда для многих людей стала, ну, определенным способом самовыражения, причем не только с точки зрения, как это было раньше, знаете, допустим, там, варенье одевались по одному, потому что могли себе позволить там, и там, типа, голубой цвет моего платья символизирует, что сегодня я одна в своей холодной постели, вот, как бы, а сейчас, как бы, все более, так скажем, не то, что утончено, наоборот, прямо и в лоб, вот, и я могу сказать, что, конечно, очень круто, что они позиционируются с точки зрения того, что сейчас любой человек может через свою одежду по сути каким-то образом проецировать в пространство свою собственную точку зрения, свою гражданскую позицию, свою позицию там с точки зрения хобби и так далее. И они, кстати, ну, я могу сказать, что вот из того, что я, кстати, вспомнил, вот именно когда я с ними разговаривал, классную историю, помните, про то, когда на, по-моему, пресс-конференцию к Путину, кажется, пришли, пришла девочка, по-моему, которая была в майке «Я, мы, Иван Глунов». В тот момент, когда его посадили и, в общем-то, все общественно сколыхнул, чтобы, в общем-то, доказать, что все это было совершенно несправедливо. И вот, по сути, человек берет и за счет того, что не кричит, там, не плакат разворачивает, а с помощью своей одежды выражает свою гражданскую позицию, скажем так. И вот я считаю, что, на самом деле, это реально очень крутой инструмент, который может выразить не только гражданскую, политическую какую-то позицию, но и просто вашу какую-то принадлежность. Например, я был очень рад тому, что большое количество людей на дне рождения подкаста, который был в декабре, пришли в нашу мерч. Там реально люди были и в толстовках, и в футболках, и в свершотах, и в старых, и в новых. И это было очень классно. И очень круто, что мы на нашем мероприятии из Астракаста встретили кучу людей, которые тоже решили каким-то образом себя показать и вообще к этому комьюнити. И я могу сказать, что, конечно, это реально классно с точки зрения того, что вы можете сами сейчас себе индивидуально пойти и сделать то, что вы хотите. Причем, если у вас там классное воображение, вы берете там, например, делаете какой-то крутой рисунок или крутую надпись. Некоторые злоупотребляют и делают полную хуйту просто. Да, это правда. Я могу сказать, что я в последнее время периодически вижу всяких чуваков, которые, значит, продают в Инстаграме в своем магазине какую-нибудь совершенно полную дичь с какими-то дебильными надписями. Это такие, знаете, люди из ТикТока практически. И вот я думаю о том, что как бы мне, например, не очень приятно, что они это делают, потому что я думаю, блин, ну что за дичь? На хрена вы это сделали, вот эти принты там и так далее. С другой стороны, я понимаю, что у них есть своя аудитория, что они там целый свой бизнес строят на том, что вот они делают такие там футболки, все шоты как бы с такими штуками и люди их покупают. Ну окей, это же круто, что типа люди реально нашли свою аудиторию, что вот они это делают. Я думаю о том, что любые из вас точно так же, вот серьезно, вы можете делать точно так же. Вы можете, ну как бы, то есть что-то нарисовать, что-то написать. Футболка с надписью, я же говорила, блядь. На самом деле, я уже, знаю даже идею, кейс, который мы сами можем применить, это то есть у нас должно быть три майки, на одной написано Евдоким, на второй бы был, на третий напердыш, и как раз рассадка ДТКД, вот они, перед вами БТС. Чур, я Евдоким. Да, я напердыш. Я че, получается, Евдоким, да пошли в ухер. Я Евдоким, Ты бы был. Да, я бы был, да. Ну ладно, бы был. Это может быть, без кубей, поклоднопись, как вы видели. Да, кстати. Короче, пацаны, на самом деле, тут еще интересно, кстати, нам сообщили ребята из Семайки, что они провели опрос, 8500 человек участвовало в опросе, и они решили вообще исследовать, ну, типа, чего вообще нужны людям от майки, какая у них мотивация, в общем-то, эти майки покупать и делать вот для себя. И опять же, вот они говорят о том, что действительно одной из самых частых мотиваций оказалось именно желание рассказать о себе и о своем отношении к жизни. А каждого пятого человека интересует принт для привлечения внимания. Я хочу принт, на котором написано «Окей, зумер». Короче, сделайте, делайте Диме на всех майках «Окей, зумер» и можете ему подарить. Короче, пацаны, мы, в общем-то, вам советуем обратить внимание на все майки не только с точки зрения того, что можете делать свою собственную майку. Если у вас не очень хорошо с воображением, посмотрите их просто безумных размеров каталог, который собрался уже за несколько лет их работы, и у них там есть и мемы, и шутки, и классные всякие герои. Я могу сказать, что, в общем-то, я пробовал некоторые из фурнитур. Я бы вам посвятил схезить к ним куда-нибудь в офис, посмотреть, как они выглядят, эти майки, выбрать то, что вам действительно нравится. Если вы особенно хотите сделать что-то много, например, всем друзьям, или у вас там какой-нибудь там типа мальчишник, или вы там еще куда-нибудь, там, например, выпускной делать какой-нибудь, и вы хотите сделать какие-то классные вот такие штуки со всякими там майками или свитшотами, или там какие-нибудь сумки, или еще что-нибудь в этом роде, съездите, посмотрите, что вам понравится как раз-таки и попробуйте это сделать. Вот. Или, соответственно, покупайте то, что у них есть. Короче, с промокодом завтракаст, большими капслоком, буквами латинскими, вы получите скидон. Переходите по ссылке у нас в описании, короче, заказывайте, получайте скидон, и, в общем-то, постарайтесь как-то свою индивидуальность, ну, сами понимаете, как там вообще показывать. Короче, мы, а, и, кстати, еще вот я что хотел сказать, пацаны, что когда мы делали эксклюзивные свитшоты, вот, свитшоты, мы не нашли вот ни в одном почти компании больших свитшотов, прям больших свитшотов, короче, и только во всех майках мы для одного нашего друга нашли, по-моему, 4 экселя. А, ну, в смысле, это прям, прям здоровый, да, человек? Прям здоровенный, и вот во всех майках, короче, если вы очень большой человек, там реально есть огромные размеры, поэтому имейте в виду, если вы хотите подарить вашему там, бате, или там, типа, вашему брату, или вы, или вы сами себе хотите купить, например, очень, очень большой там свитшот, то вам во все майки стоп удалят. Вот и такие, типа, пацаны, у нас рекламные блоки, скажи спасибо, что не 10 штук на один подкаст, но еще не вечер, я шучу, вот, и, в общем-то, мы хотели теперь поделиться с вами впечатлениями. Слушайте, я тут посмотрел фильм, который называется «Сиротский Бруклин», «Motherless Brooklyn», он называется в оригинале, и это, по-моему, это режиссерский дебют, то есть это, по-моему, первый фильм, который снял актер, то есть это Эдвард Нортом, это его режиссерский дебют, и это, по сути, нуарный такой детектив, за несколькими исключениями. Он играет человека, у которого синдром Туретта, но не тот синдром Туретта, который вы там вспомните по Саус Парку, «Хой, пизда!» А синдром Туретта, ну, как бы обычный, как он у людей, в общем-то, и бывает, когда люди не могут сдерживаться не только в плане ругательства, а в плане вот именно каких-то фраз, в которых они резко выкрикивают или что-то делают. Он играет именно конкретно такого чувака, который работает на известного детектива. В самом начале фильма этого детектива убивают, и он пытается расследовать его, скажем так, убийство, но при этом у него этот, синдром ему этот мешает, он пытается его как-то расследовать, как-то делать, но при этом он не самый такой человек, который, скажем так, создан для такого рода работы. И во время этого фильма он постепенно, скажем так, набирается опыта, и у него в итоге там что-то получается. Не буду исправить, неважно. Короче, мне показалось, что это один из тех фильмов, в которых, ну, если вам нравится нуар истории, то есть там, не знаю, Ле Нуар какой-нибудь или еще что-то, вам стоит посмотреть кино. Оно медленное, оно такое, как бы, затягивающее в себя, то есть для того, чтобы его посмотреть, надо реально следить там за тем, что происходит. Не получится его смотреть там под пивкой попкорн, но это реально очень хороший фильм. И я удивлен тому, что Эдвард Нортон, он не всегда казался таким, ну, достаточно хорошим актером, но, как говорят, в Голливуде, как пишут, что Эдвард Нортон сам по себе просто отвратительный мужик. Ну, то есть он ведет себя просто как сволочь и говно. И поэтому с ним очень многие режиссеры отказываются просто работать. Если он где-то там в кастинге каком-то получает роль, то от него отказываются. Поэтому Эдвард Нортон очень редко мелькает на экранах, но я могу сказать, что сам по себе он как актер достаточно классный. И он здесь хорошо сыграл. И сам фильм довольно неплохой. При этом у него почему-то 6 из 10 на метакритике, я думаю, исключительно потому, что его просто не любят. Ну, знаешь, это история типа, а, Эдвард Нортон снял кино, хорошее, хорошее, сколько поставим? Ну, давай, давай 3. Нет, ну, кино-то реально хорошее. Ну, хорошо, пусть будет 4. Вот примерно так это и происходило, да. Ты сейчас отписал процесс оценки Гая Ричи, понимаешь? Да, да, да. Это серьезно. Ну, Гая Ричи больше части нельзя ставить. Ну, короче, здесь, наверное, примерно та же самая история. Если вы строгируетесь от личности Эдварда Нортона, мне было на него насрать, я никогда в жизни не следил за тем, что он там делал. Если оценивать его чисто как актера и как режиссерский дебют, то вот «Сиротский Бруклин» это реально очень крутой фильм. Мне прям очень понравился. Советую. Впечатление, вообще впечатление. У меня тут спасибо, я, кстати, говорю огромное нашему слушателю Азамату, который обеспечил вам назад все стримы по гонкам и Евротраку. Он завез свой Logitech G29. Это руль, если что-нибудь. Да, руль. Бессрочное пользование мне на днях буквально. И я, на самом деле, давно привык к очень многим фортелям производителей периферии, потому что, ну, так вышло, что нишевая периферия, она из серии «Куда ты денешься с подводной водки», да? Не так много производителей джойстиков, не так много производителей рулей, не так много производителей еще чего-нибудь такого. Но Logitech, по-моему, он по степени скотства, откровенного скотства, побил сейчас все рекорды. Вот есть руль Logitech G27. У очень многих людей он до сих пор прекрасно работает, потому что к части Logitech это потрясающе качественная вещь. она надежная, она неубиваемая и так далее. И она идет с коробкой переключения передач, с отличным блоком на три педали, с прекрасными пружинами и так далее. И она перестала работать на PlayStation 4. Это баранка. Ну, ты можешь купить переходник, но потому что иди нахуй. Вот почему решили в Logitech. это при том, что рули с PlayStation 3 у Thrustmaster и Fanateca, это конкуренты Logitech, прекрасно работают на PlayStation 4. То есть это абсолютно те же рули и ровесники G27. В итоге я попросил Азамата как? А привези мне просто руль. Вообще без всего. То есть тупо головной юнит. Я кое-что попробую. И тут, к сожалению, это блок, наверное, эксклюзивный для наших видеозрителей. Вот так вот выглядит G27. Вот так вот выглядит G27. Вот так вот выглядит G29. Не кажется, что они разные, да? Ну. Так. Это, сука, тупо идентичные рули. Абсолютно одинаковые? Ты разбирал их внутри там? Да. Да. Это абсолютно идентичные рули. Я посмотрел фотографии внутренности, они абсолютно идентичные. Но самый смех начался с другим. В G29 нету шифтера комплектного. Вот этой ручки при включении передачи Moco. Ее надо покупать отдельно. Она стоит 50 баксов. И я что-то сделал. Я подключил педали, шифтер и влог питания от G27. Все подошло. Все завелось на консолях. То есть ты хочешь сказать, что Legitech просто продает одно и то же, просто лепит шилдик, поддерживается PlayStation 4 и отдает. Да, чуть-чуть отличается. Они вставляют просто другую цифровую подпись в прошивку, чтобы PlayStation 4 корректно видела руль. И вытаскивают аргумент, ой, аргумент, в комплект, который раньше там был, и продают его теперь тебе за отдельные бабки. Поэтому история, если вы покупаете G29 и, ну, у вас нет выбора, потому что Legitech реально делает очень надежные рули, надо им должное отдать. Хрустмастер я сам никогда не куплю ни за какие деньги. И вам нужен шифтер и хорошие педали, мой совет купить G29 максимально дешево и найти где-нибудь на Авито вот шифтер от G27 педали от G27 это вам обойдется в 2-3 тысячи рублей. А шифтер отдельно, если что, в рознице 5 тысяч рублей стоит. Я, кстати, в нашем чате спрашиваю такой вопрос, Максим, недавно взял стойку для руля G29, у тебя такого не было опыта, а то я построен на чувство. У меня была стойка, мне она не понравилась, я ее продал у Юрия TurboG-D. Вот так у меня стойка закончилась. Ну, зачем? А, он же в кармпризму играет, ты что, и в Dirt Rally он активно нажимает в это все. Просто проблема вся в том, что если вам хочется по дешевке собрать хороший симуляторный комплект совместимый с PlayStation 4, мой совет, возьмите G27, купите G29, можно прям сам юнит рулевой, наверное, найти, и вы соберете абсолютно рабочий руль. Это просто, ну, это скотство, это реально скотство. То есть тебе продают тот же продукт с другой цифровой подписью. Да? Б-бизнес, на e-бизнес. Красиво, знаешь, так курсиво, ой, транслитом написано. Слушайте, а я тут поиграл на выходных и вообще, в принципе, всю неделю мы в неё паримся. В игру под названием Deep Rock Galactic она есть в Стиме и она, по-моему, она всё ещё не вышла из Verly Access, релиз у неё будет. Она в Verly Access, да. Всё дальше и дальше он откладывается, с каждым разом они добавляют туда что-то новое. Короче, это история того, как команда из четырёх гномов в разной степени, с разными классами, то есть есть там класс типа бурильщика, который специально бурит, есть там класс пулемётчика, ну и так далее. Они вгрызаются в космические астероиды в поисках космических сокровищ, а на них нападают космические жуки. Всё это происходит в процедурно-генерированных пещерах, пещеры каждый раз разные, жуки одинаковые, но бывают разных видов. И, честно сказать, такого удовольствия от игры вчетвером я давно не получал, потому что игра выглядит в лоу-поле дизайне, то есть она такая прям вот совсем, скажем так, неказистая, да-да, неказистая, но при этом за счёт того, что всё вокруг процедурно генерируется, она... И разрушается. И разрушается, то есть это как Майнкрафт, ты можешь там всё что угодно киркой раздолбать. Она мне скорее Red Faction напоминает. Ну нет, она скорее всего, больше всего она напоминает Left 4 Dead. Как это происходит? Вы командой космических гномов проразаетесь куда-то вглубь, и у вас есть какая-то определённая миссия. Либо там набрать минералов, либо там собрать какое-нибудь космическое яйцо космического огромного паука и так далее. Либо, не знаю, защитить платформу от нападения жуков и так далее. И вы постоянно сталкиваетесь с какими-то проблемами. То здесь нельзя пройти, поэтому надо прорубаться. Для этого существует класс бурильщик. Здесь нельзя, например, сейчас нападёт на тебя огромный монстр, поэтому класс стрелок там есть, и класс там какой-нибудь типа инженера, который ставит турельки, на которых вы там фигачите. И, собственно говоря, вот таким вот образом вы решаете проблемы. Иногда на вас нападают рой, это куча жуков, которые время отременно нападают, как это было в Left 4 Dead, то есть иногда набегает толпа зомби. Вот тут толпа жуков на тебя иногда время отременно нападает. Это настолько смешная, настолько клёвая игра, что мы вчетвером в неё играли и прям просто упоролись, мне прям очень понравилось. Она сейчас есть в World Access в Steam, она есть на Xbox, если вы купите её на Windows, через Windows Store, чего вообще никто никогда не делает, но тем не менее, если вы такой человек, то вы сможете играть в... как это... ну, короче, вместе с Xbox вы сможете играть. Через Steam, к сожалению, не получится, так что, Тимур, да, извини. Я не собираюсь её Windows Store покупать. У меня нет времени играть. Да, но игра вот реально она такая, типа сессионка, то есть вы зашли, там, вы полетели на какую-нибудь миссию, нафармили себе там каких-нибудь кристалликов, закончили миссию с трудом. Иногда она реально напоминает звёздный десант, потому что на вас придёт огромная толпа жуков, вы отстрелитесь, патроны заканчиваются, всё взрывается. Короче говоря, стоит, вот реально стоит хотя бы попробовать. Но не стоит в неё играть в одиночку, потому что в одиночку, мне кажется, это одна из самых скучных игр на свете. Потому что когда вы играете один, с вами ездит дрон, который, ну, как бы выполняет ваши команды, но это неинтересно, скажем так. А когда вы играете вчетвером, все берут разные классы, всё очень весело, всё приятно, и, в общем-то, мне кажется, что это одна из тех игр, на которых стоит обратить своё внимание. Я могу сказать, что я с ней ознакомился в самом начале, как только она появилась, я её рефанднул в Стиме. Это было там в году, в 2016, когда она там появилась только. Но вот спустя несколько лет они достроили в ней различные взаимодействия, и вот сейчас её убрать вполне себе можно. Она реально очень весёлая. Если вы пропустили наш стрим, наверное, в понедельник я его выложу на наш YouTube-канал, можете посмотреть, мы там как раз четвером играем, и там реально местами очень круто и очень весело. Такие дела, советую. Да, кстати, блин, я только подумал о том, что как раз всё, что ты сейчас описываешь, это валидно и для Номанская. Да? Да. О том, что тоже игра типа стала классной, что её допилили, что вместе играть круто. Блин, я бы, короче, конечно, поиграл бы, кстати. Вот. Слушайте, я хотел вам рассказать про то, что я наконец-то добрался и посмотрел второй сезон Sex Education, это сексуальное образование. Половое воспитание сериал называется. Половое воспитание, да. Короче, мне понравился в своё время первый сезон. Он был местами так вот, знаете, неказистый, и видно, что типа хотели очень много чего показать и рассказать, но как-то вот, знаете, не задалось. То есть, было видно, что там некоторые герои очень поверхностно показали, некоторые проблемы тоже очень поверхностно показали, то есть старались прямо показать кучу всего, но не совсем справились. Второй сезон исправляли все эти проблемы, потому что здесь очень глубоко стараются показать намного меньше героев, как-то сфокусироваться на их историях, и их, эти истории лучше раскрыть, и эти герои тоже лучше раскрыть. И мне безумно понравилось. Он ещё круто снят, классная музыка, много интересных моментов режиссёрских, и вообще вот как именно снимают. И я вспомнил историю о том, как Джиллен Андерсон, которая играет там одну из главных ролей, она мама, в общем-то, главного героя. Она рассказывала уже о том, что она вообще не хотела играть в этом сериале, и когда ей пришёл сценарий, она его выбросила в помойку. И её партнёр, ну, то есть её мужик, короче, досталась в помойке этот сценарий и сказала, ты что, дур, что ли? Это же охренеть, как круто! Это же просто офигеть, какой классный и вообще там сериал, просто ты не смеешь, ты просто не имеешь права пропускать этот сериал. И он её убедил и сказал, типа, что, ну, просто ты обязана это сделать, короче. И она пошла, и она, в первом сезоне у неё очень классная роль, она играет, если вдруг не осмотрели, она играет сексолога, то есть психотерапевта по вопросам сексуальных каких-то там проблем и отклонений, и она играет такую, знаете, если вы её запомнили, например, только как в качестве Скалли в секретном материале, то это вообще какой-то совершенно ультрапротивоположный образ, вот, и у неё там реально очень классная роль. А здесь эта роль прям возводится в абсолют во втором сезоне и она офигительная, причём она показывается как женщина, со своими сложностями, своими проблемами, со своим каким-то видением мировым, и это действительно очень круто. И мне, конечно, очень зашло, опять же, то, что вот они классно раскрыли героев, которых до этого не раскрывали. То есть второй сезон лучше, чем первый, или что? Ты знаешь, мне понравился даже больше. Это, наверное, первый за долгое время какой-то сериал, у которого мне реально второй сезон понравился больше, чем больше. Если я начну смотреть сразу второй, мне зайдёт? лучше не стоит. Посмотри, зачем первый, потому что я тоже хороший. То есть первый, это, грубо говоря, четвёрка, а тут пять с плюсом. А, даже так, понятно. Если вы вдруг пропустили этот сериал по какой-то причине, обязательно посмотрите. Не пугайтесь, что там можно, ну там есть реально жёсткие моменты. И, конечно, если вы лютый, дикий, адский гомофоб, то, может быть, стоит пропустить. Потому что там есть моменты, короче. А если вы хотите выйти на IPO, то лучше ознакомьтесь. Да, это тоже вариант. Короче, в общем, я могу сказать, что очень крутой сериал. Это не эйфория, потому что он совершенно другой. Он такой местами комедийный, местами драматичный, местами очень трогательный. Но на самом деле очень классный. Слушайте, а мы переходим к нашей замечательной рубрике «Лучший материал недели». И на этой неделе одним из лучших материалов, который мы вам советуем прочитать, был дневник сэра Йена Маккеллина. Да, он опубликовал у себя на сайте сайт у него очень смешной. Это просто видно, что когда-то внук... Это старый сайт, который он вел в момент съемок в «Восемь и колец». Я даже больше скажу, скорее всего, Йен Маккеллин, когда делал этот сайт, купил книжку «Веб-дизайн для начинающих» в год в 1998-й, прочитал, как работают HTML-теги, и что можно в блокнотике писать веб-сайт. Примерно так сайте написано. Он так выглядит, он совершенно замечательно выглядит. Там старая иконка Твиттера, самая первая, там старая иконка Инстаграма еще со скевоморфизмом. Там вообще очень хорошо. Ты сразу понимаешь, что это делал пожилой человек, умный, но пожилой. Ну не факт, что, кстати, это он делал. Ну или его внук, или еще кто-то, или племянник какой-нибудь. Короче, история вся в том, что он во время съемок «Васелина колец» вел дневник, самый обычный, такой жежешечку, только на своем сайте, где описывал свои всякие впечатления от съемок и выкладывал кучу уникальных фотографий с съемочной группой, с режиссером и так далее. И это очень любопытное чтиво. Вы можете почитать «Выжимку на ДТФ», она на русском языке очень хорошая, а можете непосредственно из материала ДТФ идти на оригинальный дневник. Я очень советую это почитать в оригинале, если у вас хватит английского языка, потому что это просто местами уморительное, местами очень трогательное, местами очень интересно. И ты понимаешь две вещи. Во-первых, то, что это действительно особенное кино, потому что оно снималось не по принципам большого фильма, а по принципам реального братства. А второе, что ты понимаешь, что ты все читаешь, что Йен Маккеллен для нас это такой небожитель актерский, он действительно великий актер и все такое прочее. А потом ты читаешь, как он восхищается сэром Кристофером Ли. И как ему просто неуютно, когда он там сидит, дает интервью, у них там день интервью, и Кристофер Ли галантно со всеми общается на шести языках, рассказывает какие-то истории своей военной жизни, а он же ветеран САС, то есть британских произведений. Да, времен Великой Отечественной. То есть фактически игра Комантос это про Кристофер Ли. И рядом с ним сидят короче чувак, который играет Бильбо, Йен Холм, и сидит собственно Йен Макель, они чувствуют себя двумя деревенскими дурачками короче такими. И он собственно описывает эти впечатления, что типа сидим мы двое деревенщины, такой Сэр Кристофер Ли там плюхи всем раздает. В общем, очень интересно читаете. Потому что вторая статья это история о том, как люди искали, точнее как на Нетфликсе вышла документалка о том, как люди искали в интернете маньяка, который убил однажды человека, а вообще он до этого прославился тем, что убивал животных, то есть он убил там пару котиков. И в Фейсбуке создали группу о том, что типа давайте найдем убийцу живодера. И вот эти интернет-расследования, интернет-детективы, как они собственно говоря начали искать этого маньяка, какие выводы они приходили, как они искали его там по цвету штор, по цвету коврика, который он там купил и так далее. У Нетфликса вышла документалка, которая называется Don't fuck with the cats. Типа не даже не знаю, как на русский адекватно перевести. Не еби котов. Точнее нет, типа это как это сейчас-сейчас-сейчас. Не шутите с котами. Не связывайте с котами. Да. Не связывайтесь с котами, да, вот как раз наверное это правильная история. Собственно статья, на те журнале она полностью пересказывает сюжеты документалки. Если вам хочется, можете перечитать статью, а можете посмотреть саму документалку. Но сама история довольно интересная, вот серьезно. То есть я прям читал с большим удовольствием, даже думал, может документалку посмотреть для подробностей, скажем так. Ну а цель интересного историка как раз остается тем, что опять же они с помощью интернета же. Да, да. Интернет-воследование. Да, да. Это на самом деле круто. Слушайте, ну еще одна третья статья, которую мы хотели посоветовать, это опять же, ну это уже не интернет-исследование, это, конечно, чисто журналистская работа. Дело в том, что журналисты The Guardian смогли найти человека, который возглавлял длительное время в США в течение полутора лет, наверное, одну из самых быстро растущих неонаций группировок. Причем это не просто группировка, которые типа сидят дома там и на двочах там пишут какие-то кляузы и пакости. Это люди, которые реально делали лагеря, которые закупали оружие, которые занимались тренировками, как делать теракты и так далее. И хотели объявить, как говорится, расовую войну и целые теракты устраивались в синагогах, короче, в церквях, где черные люди собираются и так далее. И с помощью такой довольно сложной журналистской работы людям удалось выяснить, кто это, кто стоит за этой группировкой и выяснить, что это чувак, который реально уехал жить в Россию и живет в Санкт-Петербурге с русской женой. Ухереть. И это чувак, который организовал самую быстрорастущую, самую популярную неонаций группировку в США. которая называется The Base. Это прямой перевод слова Аль-Каида. Основание. Да, да, только типа на английский язык. И история очень крутая, почитайте, потому что там прям рассказано весь путь, как вообще к этому шли. Это история, которая произошла прямо сейчас, потому что The Base появилась в 2018 году и, соответственно, раскрыли этого человека вот только сейчас. Не удивлюсь, если Netflix уже пилит документалку. Я просто отмечу, что облачный нацизм случился раньше, чем облачный гейминг. Да? Ну, да. Ну, и, в общем-то, мы опять же потихонечку заканчиваем наш подкаст. Мы, кстати, хотим немножко анонсировать, затезерить, что мы тут записали довольно классное интервью, которое мы будем надеяться, что скоро выйдет, потому что, к сожалению, его надо переводить с английского языка. Ну, как вы знаете, у нас обычно это занимает довольно много времени, и мы надеемся, что у нас получится делать хотя бы к следующему выпуску завтра каста. Может быть, как раз мы туда его и всунем. А как бы так, пока что мы заканчиваем 172-й подкаст, мы хотели поблагодарить опять же всех тех, кто нас слушает. У нас, кстати, куча появилась новых оценок в iTunes, и 5 звездочек нам поставили люди. Кто-то одну звездочку поставил. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы прислушались. Если вы еще не поставили нам оценку в iTunes, вы можете это сделать. Мы будем очень рады. И даже если вы нам поставите одну звезду, ну, дело ваше. Я понимаю, что я вас раздражаю. Я живу, бог накажет. Да-да-да-да-да. Здравствуйте, это вы Сергеус677 с сайта iTunes, и вы писали «Драть, драть Тимура, Диму и Максима, драть их кверху с ракой». Да, писал. Спасибо. Это еще что-то цитату из Жей Молчаливого Боба. Да-да-да. Ладно. Короче, пацаны, спасибо большое, что мало того, что вы еще нас слушаете, ставите нам оценочки. Опять же, спасибо, что нам заносит денег большое количество людей на Патреоне. Это на самом деле очень круто. Я напоминаю вам, что мы могли закрыться уже много раз, но мы этого не сделали, потому что, опять же, мы понимаем, что большое количество людей нас слушает, что вам нравится, что мы делаем. И, блин, это очень круто, это очень трогательно. И опять же, мы хотели поблагодарить тех, кто нам заносит больше всех денег на Патреоне. И это пользователи под никнеймами 5D Trade. Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Евгений Петренко, FUNKOPOPRUSH.COM. Евгений Петрунко. А Петрунко или Петрунко, или Петрунко? Хороший вопрос, не важно. Я знаю, что у нас тут один из Патреонов специально записал ударение. Да-да-да-да. Короче, FUNKOPOPRUSH.COM коллекционной фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яффа, Илья Кузнецов, Илья Вакарчук, Иван Ткачев, Джаггер Мяш, Маринад, Алекс Колов, Майк Брюханов, Мистер Берни, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Ю Джин, Валерия Неборская, Варвара Яффа, Виктор Тен, Владимир Ходоков, Владислав Ульяновс, Вова Стельмощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный апельсин, Бене, Гопник с автозавода, Дмитрий Лобаков, Душевный подкаст Ни о чем, пост бояре, Женя Тонев, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Сергей Зарк-Клименко, Сережа Шатальников и Ярослав Харищенко. Спасибо, Ярослав, что ставишь ударение своей фамилии, чтобы мы знали, что ты Харищенко, а не какой-нибудь другой Ярослав. Вот, и спасибо тем, кто был с нами в ходе записи этого подкаста. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете нас видеть в понедельник, вторник, в основном в понедельник, вечером на нашем Твич-канале. Вы можете, кстати, узнать об этом, если читаете наш Телеграм или Твиттер, или специальный Твиттер завтра стрим, на котором мы сообщаем о начале любого стрима. И вы можете, в общем-то, попасть на живую запись подкаста и быть вместе с нами. Ну или смотреть нас на Ютубе, если вы хотите... В записи уже, да, соответственно. Да, уже в записи, да. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что донатили. Давайте до следующего раза, до следующей недели. Всем пока. Счастливо, ребят. Пока.